Добрый день дорогие друзья, дорогие любители русской истории, телезрители, подписчики Лектория Достоевски, радиослушатели, я рад вас приветствовать на нашей регулярной передаче, посвященной интересным фигурам и интересным событиям нашей истории. Сегодня наш герой человек, сыгравший невероятно, невероятно, я в третий раз скажу, невероятно важную роль в истории России. Это старший сын императора Николая I, Александр Николаевич Романов, он же государь-император Александр II. Профессия царя-самодержца в России очень опасная. Со времен Петра I статистически насильственной смертью погибал каждый третий, а может быть даже процентов 40 самодержцев. То есть как пехотинец на передовой, как боец штрафбата. Тяжелая и опасная профессия. Александр II погибнет на боевом посту. После целой цепочки покушений будут гибнуть его близкие охранники, помощники, просто случайные люди, солдаты, железнодорожники. Он станет объектом целенаправленной травли террористов. Он пережил 7 покушений, 8 покушений, 11 покушений, это как считать. Есть истории про гадалку, которая якобы нагадала ему, что он погибнет в результате, соответственно, 7, 8, 11 покушений. Речь не об этом. Речь о том, что Александр II погиб не будучи ни самодуром, ни сумасшедшим на троне, ни тираном. Он был очень добрым, отзывчивым, благожелательным человеком. У него было повышенное чувство эмпатии, сострадания. Это военный, это генерал, человек, получивший профессиональное военное образование. Александр II был назван своими подданными освободителем. Он дал то, чего не мог дать никто из его предшественников. Ведь крепостное право – это пороховая бочка, лежащая под фундаментом империи. Так говорил его отец Николай. Убежденный противник крепостного права. Многократно создававший разного рода секретные комитеты, которые должны были придумать. Но как же, наконец, покончить с этим позорным и, в общем-то, экономически и политически невыгодным для России явлением. Как это сделать, чтобы не развалилась вся страна? Базовый цемент, который скреплял Российскую империю, Служилое дворянство одномоментно не обнищало, не перестало быть опорой государства. Никто не понимал, как это сделать. Дядя Александра, его тезка Александр I выступал и за Конституцию, и за Конституционную монархию. И многократно давал поручения своим доверенным лицам, министрам, приближенным, разработать проекты для ликвидации крепостного права. Будучи наследником престола, Александр II отправится в военную командировку. Тогда это считалось в норме вещей. Его отец, такой же военный инженер, всех своих сыновей отправлял понюхать пороху, понять, что такое жизнь солдат-скалямка на войну. Все его сыновья были офицерами, генералами, трое лично принимали участие в боевых действиях, были награждены георгиевскими крестами, орденами святого Георгия, правда, самой младшей четвертой степени, за личную храбрость. Александр II оказался в Чечне, непокоренный, незамеренным, в районе Валерика, по главе небольшого казачьего конвоя, человек из 20, наткнулся на группу вооруженных горцев, грабящих в этот момент аул, дал команду, шашки на гало, началась рубка, часть горцев взяли в плен. Александр лично ворвался в ряды противника и зарубил одного из наибов с саблей. Рядом не были, фотофиксации не вели, и, конечно, критически настроенные к самодержавию либеральные историки обязательно добавят, что не он зарубил, а какой-нибудь его адъютант. Александр на только скомандовал, а сам чуть поотстал. Я в это не верю. Когда мы узнаем с вами побольше о личной храбрости Александра II, я думаю, что вполне в его стиле могло случиться и такое, и лично ворваться, и лично зарубить. Он офицер. Александр II, один из земных наших государей, императоров, который родился в Москве. На территории чудового монастыря, сейчас этого монастыря нет, там прекрасная площадь. В советские годы монастырь взорвали, варварски все уничтожили. Остались только подвалы, очень интересные, захоронения древних бояр, монахов. На месте монастыря построили такие казенные конторские учреждения, где находились учреждения ЦК КПСС, потом администрации президента. И вот буквально несколько лет назад все это было снесено. Обязательно придите в хорошую погоду и посмотрите, погуляйте. На месте прекрасная зеленая площадь в центре Кремля, а внизу открыт замечательный музей, он относится к музею Московского Кремля, подземный музей до Петровской Москвы, Москвы до Ивана Грозного. Той поры подземное захоронение. Александр, он старший ребенок счастливого отца Николая, совсем молодого человека. У государя-императора законных детей, наследников нет и вряд ли уже будут. Как мы помним, Александр I старше своего младшего брата Николая почти на 20 лет. Он относился к нему как к сыну, а тот как к отцу. У среднего брата Константина в семье все тяжело. Они де-факто разведены с супругой. Тоже нет законных детей. У него были незаконные дети. Константин тоже был хорошим отцом, но это были незаконные дети. И вообще идет речь о том, что он вступит повторно в совсем не царский брак с польской дворянкой. Поэтому высокие шансы, что племянник императора, новорожденный мальчик, тезка, названный в честь старшего брата, Александр, может унаследовать корону. В 1818 год в Москве дается 201 зал из орудий. Это самый большой салют в истории империи. С самого начала Николай старается воспитать Александра как будущего наследника престола. Возможно, будущего императора. Получился очень хорошо образованный, блестяще подготовленный. Как бы сейчас сказали, с двумя дипломами и одной докторской степенью. Добрый, отзывчивый, повидавший страну, повидавший Европу человек. Не такой железной воли, как отец. Не такой энергии и целеустремленности, как Петр Первый. Не такой хитроумности, как бабка Екатерина или как дядя Александр Первый. Повелитель Европы. Обычный человек. Хороший, хорошо воспитанный, хорошо образованный, добрый. В чем преимущество монархии по сравнению с республикой? Как я иногда шучу, мысль не моя. Преимущество монархии по сравнению с выборными формами правления заключается в том, что на престоле случайным образом волей судьбы может оказаться воспитанный, добрый человек. При любой форме демократии это абсолютно исключено. Такие не пробиваются. Шутка. В России повезло. На престоле оказался божественным провидением и хорошим воспитанием отцовским. Именно такой человек. И именно такой человек, вроде бы и не обладая врожденными гениями Петра и Екатерины, врожденной волей Николая, провел самые фундаментальные, самые масштабные и самые системные реформы в истории России, реформы, которые почти меняли государственный строй, меняли основы государства, меняли социальную структуру общества. Петр I не делал ничего подобного. Он продолжал строить то же самое крепостническое регулярное государство, ту же самую абсолютную монархию. Александр II провел подлинные реформы. Как ему это удалось? То есть вернемся в детство, маленький Саша, он уже в Петербурге, ему уже 6 лет, это большой мальчик, и его образованием начинают заниматься системно. Детство 6 лет закончилось. Царей не отдавали в школах, не была домашняя система воспитания и образования, эта система была гораздо тяжелее школьной и гораздо насыщеннее. Ни одна гимназия, ни один царско-сельский лицей не давал такого интенсива, выражаясь современным языком, какое было предписано великим князьям, членам императорской фамилии, но тем более наследнику престола. Выбирается главный гражданский воспитатель. Наш замечательный поэт, романтик, известный переводчик, публицист, историк, и что для нас очень важно, профессиональный педагог Василий Андреевич Жуковский. Василий Андреевич разработал, рассчитанную на 12 лет обучения, глубочайшую программу по широкому спектру наук, при этом предполагалось, что в эту программу будет входить и полный гимназический курс углубленный, и полный университетский курс углубленный, и также полная программа военного образования. По окончании этого курса Александр как бы имел два диплома – университетский, классический и военный, позволявший ему не просто служить в армии, а служить на командных должностях. Что касается военной части, все просто. Жуковского был зам, зам по армии, был очень добрый, хороший полковник из немцев, лютеран. Саша маленький души в нем не чаял. Он занимался как раз всей военной частью. Строевая подготовка, обращение с холодным огнестрельным оружием, гимнастика, военные уставы, верховая езда, фехтование, стрельба. Хорошая спортивная подготовка. Александр высокого роста, крепкий, стройного телосложения. Почти ничем не болел, у него было от рождения астма, но, к счастью, в легкой форме. Более ничего. А вот гражданской частью занимался Жуковский. Интересно, не только каких он подбирал преподавателей, а преподаватели были самые лучшие. Экономику преподавал министр финансов Конкрин, один из лучших министров финансов той эпохи. Право, небезызвестность, Пиранский. Русский язык, литературу, сам Жуковский. И так далее. Самые лучшие учителя. Помимо этого, Жуковский ставил во главу угла нравственное воспитание цесаревича. То есть, определение, что такое добро, что такое зло. А также умение анализировать, размышлять, делать выводы, работать с информацией. Я все время говорю своим студентам, что задача учителя, преподавателя, ваша задача в процессе обучения, не забить себе голову цифрами, фактами, датами, именами. Нет, задача научиться думать, научиться размышлять, научиться делать выводы. Этому старался в сочетании с нравственным законом обучить своего воспитанника Жуковский. Они кейс-стадис проводили на примерах, что такое хорошо и что такое плохо. Чему учил Жуковский? Власть царя от Бога. Несомненно. Мы с вами в империи. Но не делай эту власть насмешкой над Богом. И насмешкой над человеком. Уважай закон. Если законом пренебрегает государь, он не будет храним и народом. Любви распространяй просвещение. Народ без просвещения, народ без достоинства. Я их не случайно так подобрал. Каждый из этих пунктов превратится в огромную реформу, которая будет осуществлена Александром. Свобода и порядок одно и то же. Мне кажется, это даже ярче, чем свобода. Это осознанная необходимость. Свобода и порядок – это одно и то же. Ну и, наконец, замечательная мысль Жуковского по поводу революционных преобразований. Это когда они разбирали дело декабристов. Известная история. Николай I спросил своего сына. После того, как Жуковский все ему рассказал про декабристов, про это движение, кто, что, почему. Про восстание на Сенатской площади, сотни убитых. И вот Николай спрашивает. Ну вот, Саша, все ты теперь знаешь. А теперь скажи мне, а как бы ты их наказал? Саша помолчал и сказал, папа, я бы их простил. Ответ отцу не понравился. Какую мысль прививал Жуковский в части революции и революционеров? Кавычки открываются. Революция есть безумно губительное усилие перескочить из понедельника прямо в среду. Но и усилие перескочить из понедельника назад в воскресенье столь же губительно. Что касается военной подготовки, Жуковский не был ее фанатом. И как раз его программа предполагала, что военного дела должно быть в системе обучения как можно меньше. Отцу это не нравилось. Он, наоборот, старался воспитать офицера из сына. В результате получилось следующее. Александр был отличным наездником, прекрасно фехтовал, где ему пригодилось потом на Кавказе. Разбирался в военном деле, хотя никогда не стремился командовать войсками. У него хватало осмотрительности, доверять это абсолютным профессионалам, тем, кто занимается военным делом всю свою жизнь с утра до вечера. Не вмешивался в оперативное управление войсками. Но в то же время не стал ни хорошим военным инженером, как его отец. И вообще сосредоточился главным образом на реформах не только в армии, но и на реформах гражданского дела. Иностранцы потом говорили, что по своим знаниям это не университетский диплом, это у него полноценная докторская диссертация. После завершения полного курса обучения Жуковский проехал еще с Александром вместе половину России, 30 губерний. Они 7 месяцев путешествовали. Это было невеселое занятие, потому что, представьте себе, едет Сосаревич, сколько вокруг помпы. Они плывут по Волге, люди по пояс в воде, часами ждут, чтобы лицезреть, выразить свою любовь к наследнику престола. Они въезжают в город на карете, их окружают толпы, тысячи людей, никакие жандармы, никакая полиция. Она была ничтожна по своей численности. Даже не буду называть цифры численности полиции того времени, чтобы оба чего не подумали. Сдержать это невозможно. Тысячи людей пытаются эту карету поднять, чуть ли не вместе с лошадьми нести на руках. Это был стресс. Это было довольно страшно. Могли затоптать от любви. Каждая попуговица себя по нитке выдернет, и не осталось наследника престола. Тяжело морально, потому что все время обращались с просьбами. Александр привез из этого путешествия 16 тысяч письменных жалоб и докладов на имя государя императора. Что-то передал в канцелярию, в министерство, как мог это рассортировал, что-то досталось отцу. Многие были выполнены. Некоторые вопросы он прямо на месте решал. Где-то удачно ходатайствовал. Например, Александр был первым из лиц такого уровня, кто встретился с декабристами, с сыном. Средился с Герценом, потом попросил отца, и многим декабристам был сокращен срок ссылки. И Герцена перевели в так называемую ссылку, хотя это было совершенно не обременительное время провождения в Владимирской области. Помогал людям как мог. Были и забавные случаи, мне очень понравился один. Где-то в Самарской губернии Александра решили удивить и познакомили его с самой старой, как считалось, женщиной в России. Бабушке было якобы 120 лет. Ну, совсем древняя бабушка. Они мило очень побеседовали, и бабушка, плача от счастья, говорит, как же мне, Господи, свезло в этой жизни. Я простая крестьянка, забитая, безграмотная. Уже со вторым в жизни императором имею счастье поговорить. Александр Николаевич немного смутился. Он еще императором не был. Он говорит, один, видимо, я, я так понял, а где же вы еще одного императора-то умудрились повстречать? Ну как, где? Долго мы с ним разговаривали. Петр Федорович император. Пугачев, который для многих оставался императором. Смотрите мою лекцию про Пугачева. Александр учился хорошо. Он отлично знал свободно абсолютно пять языков. Естественно, язык главного геополитического конкурента – Британии, английский. Язык семьи второй, немецкий, все-таки его мама – немка. С родственниками надо общаться. Латынь, как и полагается. Французский, как полагается любому дворянину. И, что интересно, польский, потому что Александр ведь по совместительству еще и царь польский. И считалось правилом хорошего тона уважать своих подданных, тем более столь непосетливых и шаловливых, говорить с ними на их родном языке. Усилиями умного отца Николая, хорошего воспитателя Жуковского, матери имена она Жуковского порекомендовала в качестве главного воспитателя. Он обучал ее русскому языку. Так он оказался в семье императора. Общими усилиями удалось из Александра сделать практически идеального самодержица. После путешествия по России, прежде чем приступать к исполнению каких-то служебных обязанностей, Александру подобрали фронт работы. Его отправляют надолго, почти на год за границу в Европу. Что стало причиной поездки, помимо того, что посмотреть Европу, узнать чужую культуру в любом случае полезно будущему императору или кругозору? Причины было две. Во-первых, надо было жениться. Это же не времена Ивана Грозного, когда портреты послы передавали, по портретам принимали решение. Нет, мир уже был открыт, поэтому вполне можно было познакомиться с будущей невестой. Лично, а по традиции, невест подбирали за границей нашим императорам. Ну и по статусу все подходило, чтобы это не было неравным браком, потому что там выбор огромный. Германия раздроблена, там князей, эрсгерцогов разного рода, государей и владетелей, пруд-пруди. У них у всех дочери, поэтому большая поляна. Перед отъездом Александр получил секретный рукописный справочник. Справочник готовили его родители. Там были методично перечислены все возможные потенциальные невесты, но главным образом из германских принцесс. Вторая причина заключалась в том, что надо было это делать быстрее, потому что Александр и женщина – это вообще отдельная тема. Парень в расцвете сил где-то 21-22 года, у него фрейлины одна за другой, он влюбчиво страшно. Да и сам он всем нравится. Как такому молодому красавцу откаешь, тому же наследнику престола. Фрейлина одна, фрейлина другая. В отличие от Романовых в целом, которые, конечно, не были монахами, Александр еще довольно открыто демонстрирует свои привязности, а это всех фрапирует. Отец говорил, ну хорошо, завел себе девушку, не надо на показ это делать. Надо, чтобы никто ничего не знал. Про меня никто ничего не знает. Вот ты еще не знаешь про меня? Нет. И мать не знает. Я сам про себя ничего не знаю, никогда ни в чем не сознаюсь. Все. Ничего не было. Да ты все время как-то с ними в открытую кокетничаешь. И все все понимают. К тому же Александра завелась уже совершенно неподобающая наследнику престола интрижка с фрейлиной, которая была полькой, и католичкой. Ни к чему хорошему привести это не могло. Фрейлину тут же уволили, рассчитали и выдали замуж за какого-то польского магната. А Александра, чтобы он голову себе больше не забивал всеми мимолетными опасными связями, отправили в Европу жениться. Он методично по списку отсматривал кандидаток, и никто ему не нравился. Никто. Была даже история с дамой, которая никак не могла попасть в этот список, потому что она была не то чтобы ровнее, а может быть даже и более чем ровнее Александру. Даму эту звали Виктория Александрина. Александрина, потому что крестным отцом ее был дядя нашего героя Александр I. Дама была англичанкой. Потом, правда, англичане как-то эту тему замылили. То, что у нее было двойное имя из истории, пропало, осталось только в глубоких архивах. Поэтому называли ее коротко Виктория или Королева Виктория. Это та самая бабушка английской монархии, королева Виктория, которая правила 64 года, которая дала название целой эпохе максимального могущества, пика, расцвета Британской империи. При Виктории никогда не заходило солнце над Британией. Но в те годы это была молодая 20-летняя девушка, девушка, которую очень тяжело воспитывали. У нее была необычайно властная мама. Уже королева, она продолжала спать с мамой в одной комнате. Мама от себя не отпускала никуда. Ей ни с кем не разрешали встречаться, общаться. Никаких ухажеров, упаси Господи. Жесточайшая диета. Причем диета не потому, что боялись за фигуру, хотя, может быть, и поэтому. Но главная причина, потому что, по мнению английской медицины, британские ученые доказали, что сдоба и варенье способствуют развитию эротических фантазий. Поэтому, чтобы без этих всяких, без лишней чувственности, сладкого и тоже не давали. Представьте, в таких ежово-спартанских условиях существует наша 20-летняя королева Британии Виктория, и появляются на горизонте очаровательные, в красивом мундире, стройные, с бритым подбородком. Тогда не было еще у него этих бакенбардов, этих усов густых. Посмотрите, его молодые портреты. Ну, это просто красавица. Конечно, равнодушно остаться Виктория к нему не могла. Он пробыл в Британии довольно долго, по-моему, больше месяца. Но чуть ли не каждый день они вместе на балах, они вместе в театре, они вместе ужинают. Вот Александр умел очаровать девушку, умел влюбить в себя. Она чахла, она сохла. Парламент и правительство были в ужасе. Это невозможно. Кит и медведь. Биполярный мир. Две главных империи на земле. Британская и российская. Два главных конкурента. Как они могут сойтись вместе? Что будет с Британией, если королем Англии станет Александр? Невозможно. Виктория надеялась. В Петербурге переживали точно так же. Потому что они-то понимали, наши дипломаты соображали, что никаким королем Англии в случае свадьбы между Александром и Викторией Александр не станет. По британскому праву вся власть остается у королевы, которая унаследовала престол. А тот, кто станет ее мужем, ну или наоборот, если наследником будет мальчик, тот, кто станет супругой, становится лишь сопровождением. Если это муж, принц, консорт. Все. Ну и зачем мы готовили, вложили столько сил, 12 лет учился. Замечательный наследник престола. И отдавать его на третьи роли в какую-то Британию. Никто в Петербурге этого не хотел. Поэтому, когда Александр из Лондона уехал, Виктория рыдала, Виктория была в расстройстве. До такой степени, что не прошло несколько месяцев, как выскочила замуж моментально за первого встречного кандидата. К ней приехал в гости саксонский принц Альберт. Хороший человек, но не масштаб Александра. Виктория сама сделала ему предложение, говорят, на четвертый или на пятый день знакомства. До такой степени она была обижена на этого русского, который поматросил, конечно, ничего не было. Пофлиртовал, какие-то зародил в ее девичьем нежном сердце надежды и уехал. Она, кстати, была совсем не во вкусе Александра, об его вкусах мы сейчас еще поговорим. Поэтому шансов у нее не было. Да и политика бы помешала, ничего бы не получилось. Такую нанес он душевную рану Виктории, что с той поры более отчаянной русофобки на британском престоле не было никогда. Все последующие 64 года Виктория ненавидела все русское, считала Россию своим главным врагом. Любой начинающий психолог, психотерапевт легко поставил этой эмоциональной фобии точный диагноз. Александр, уехав от Виктории, опять ей через Германию. Там он перед визитом в Англию познакомился с юной девушкой, 15-летней, худенькой, очаровательной брюнеткой, модельной внешностью. Звали которую, давайте в первый и последний раз попробую полностью по имени, принцесса Ессен-Дармштадтская Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария. Православие она станет Марией Александровной. Эта девочка ему так понравилась, она была такая непосредственная, такая веселая. Она совершенно не хотела его очаровать, не хотела ему понравиться, потому что ей всего 15. Многие говорят, что она вообще незаконорожденная, сложная семейная ситуация. Она вообще не пара будущему русскому императору. Но Александр влюбился и настоял. И пройдет год, они обвенчаются, интересная, умная, образованная и очень добрая женщина. Окажется, русская императрица и много чего хорошего сделала для нашей страны. Александру как раз всегда нравились именно такие. Худенькие, молоденькие, неяркие, ненавязчивые. Он Дон Жоан впоследствии. Семейное счастье было недолгим, хотя у них родилось 8 детей. Сильно забегу вперед. Неисповедимые пути Господни императрица Мария заболеет туберкулезом и очень быстро начнет стареть. Последний ребенок в 36 лет. Уже в 40 она будет выглядеть намного старше своего возраста. Они отдалятся друг от друга. Внешне все сохранится. Какого развода монастыря, упаси Господи, не будет. Но Александр появится любовница. Одна, другая. Потом, по сути, и вторая семья. Это будет большой трагедией, как для императрицы Марии Александровны, которая действительно была замечательной, доброй женщиной. Это будет большим шоком для его уже взрослых детей. И это будет большой мукой для самого Александра. После того, как Александр возвращается из заграничного путешествия, женится, Николай, все-таки умный отец, начал постепенно вводить его в систему госуправления. Не просто поручая какие-то отдельные дела. Петр Первый тоже пытался поручать какие-то дела Алексею. Выдергивал какое-то задание, отдавал совершенно неподходящий его характер. И ничего хорошего из этого не получалось. Николай давал своему старшему сыну направление работы. Давал ему должность в структуре и возможность понять, как эта структура работает. В 16 лет он принес присягу в качестве наследника престола. В чем принцип монархии стабильности? Что бы теперь ни случилось с императором, власть переходит автоматически к наследнику. Никакой революционер, террорист, бомбист ничего не добьется. Сразу же он повелевает ему присутствовать на всех заседаниях Сената. Через год делает его членом Сенода. Затем членом Комитета финансов. Потом членом Комитета министров. Комитета по Кавказу. Множество разных правительственных комитетов, занимающихся конкретными проблемами. Вплоть до того, что Александр занимался строительством Московской-Петербургской железной дороги, то есть самого большого инфраструктурного проекта того времени. Или строительством мостов через него. Он входил во все соответствующие учреждения, понимая, как они работают. Несколько раз во время отъезда Николая из Петербурга Александру официально передавалась государственная печать и право принятия решения. То есть он был, по сути, и о царя. Да. Английский посол даже писал такое ощущение, что в России одновременно правят два императора. Если помните, немного похожая система уже была в нашей истории, когда молодой царь Михаил Романов правил, по сути, одновременно со своим отцом, патриархом. Патриарх так и называл себя в документах «государь». Здесь ситуация чем-то была похожа. Конечно, вся власть принадлежала императору, но он очень много доверял своему старшему сыну. Это было очень важно, потому что таким образом Александр стал не просто одним из самых образованных и воспитанных монархов на Российском престоле. Он стал одним из самых профессионально подготовленных монархов. Он прекрасно понимал, как работает вся государственная машина. Когда скончался его отец в разгар Крымской войны, Александру было 37 лет. Это совершенно зрелый человек. Умирая, Николай сказал ему «Я сдаю тебе команду, сын, не в добром здравии». И действительно, в стране ситуация была очень тяжелая. Крымская война показала огромную техническую и инфраструктурную осталось нашей страны. Но Александр совершенно не собирался сдаваться. Он первое время думал продолжить боевые действия. Первым делом он выехал в Николаев, ближе к фронту. Кстати, англо-французская эскадра несколько раз пыталась захватить Николаев. Заняли Кенбургскую косу. Поэтому можно сказать, что Александр был почти на передовой. Там же в Николаеве Александр проводит совещание, собирая министров, военачальников. Он приглашает всех своих братьев, а я напомню, все три брата Александра, офицеры. Константин Николаевич, очень известный будущий реформатор, мотор Александровских реформ. Его с первых дней отец готовил как будущего морского офицера. И Константин Николаевич к этому моменту управляющий морским министерством. Кстати, он был самым самостоятельным, независимым из всех братьев. Николай доминировал, он все-таки волевой человек, обычного такого мощного доминантного родителя. Всегда дети с подавленной волей. По крайней мере, пока отец жив. Вот это доминирование Константина никак не касалось. Знаете почему? Очень просто. Он ведь сначала морской кадет, а потом морской офицер. Он все время в море, он все время в плавании. Пребывание на корабле требует принятия самостоятельных решений. И плюс ты находишься за тысячи миль от родительского дома. Поэтому решай за себя сам. Второй брат Александра Николай, Николай Николаевич, как раз генерал по инженерной части. Тоже награжден за храбрость святым Георгием. Был в Севастополе во время обороны. Ну и третий брат Михаил, артиллерийский генерал, тоже кавалер Георгия четвертого степени, тоже за Севастополь. К этому моменту англо-французский флот пытается прорваться в Азовское море, прорывается, обстреливает Бердянск, Мариуполь, Таганрог. Пытаются выйти к Николаеву. Как бы ни был настроен Александр на продолжение войны, все-таки это, наверное, самое главное, самое лучшее из его качеств. Он умеет прислушиваться к профессионалам. И профессионалы убеждают его, что продолжая войну, мы только ухудшим имеющиеся позиции. В России полностью развалена экономика. Дефицит бюджета к этому моменту 50%, то есть половина. Это означает, что имеющихся денег хватает ровно на половину государственных расходов. Это стопроцентная инфляция. Деньги надо печатать, выдавать ничем не обеспеченные обязательства. В России полный развал неподготовленного к такой длительной масштабной войне военно-промышленного комплекса. Не хватает снарядов, не хватает патронов. Устаревшее оружие. Англичане оружие кирпичом не чистят. Устаревшая артиллерия. Отсутствует боеспособный флот на Черном море. Армия большая, но растянута по всей территории. Поэтому сил, чтобы сконцентрироваться и сбросить англо-французский 90-тысячный десант, плюс там турки, еще итальянцы. В море нет ни малейших сил, просто нет пороха. Нет до такой степени, что во время осады Севастополя на 10 выстрелов французов мы отвечали одним. При этом Севастополь в блокаде не был. Оружие, порох, боеприпасы подвозились. Но этого было очень-очень мало. И Александра убеждают, если война продолжится, полыхнет Польша, есть опасность, что отойдет Финляндия к Швеции, уже вовсю полыхает Кавказ, и у нас нет сил подавить мятежин. Мы потеряем гораздо больше. Сейчас есть возможность ограничиться самыми минимальными уступками. И действительно, условия Парижского мирного договора, которые добился Александр вместе с графом Орловым, более чем благоприятны для России. После грандиозной военно-технически-политической катастрофы Россия вышла почти сухой из воды, отделалась малой кровью и получила возможность для проведения реформ. Александр понимает, чем воевать артиллеристам на бастионах Севастополя? Ну, не такими же пехотно-артиллерийскими тесаками, как этот. Вот он, русский пехотный тесак, образца 1848 года, которыми были вооружены в Севастополе как раз артиллеристы, прислуга, иногда часть пехоты, укороченная сабля, потому что сабля болтается, она мешает в бою. Когда дело дойдет до тесаков, наш солдат, конечно, лучше всех, и неоднократно показывал это на Малаховом кургане. Но система военная не работала, и выиграть войну мы уже не могли. Поэтому по вошествии на престол были произведены положенные в данных случаях жесты милосердия. Александр амнистировал всех декабристов, амнистировал петрашевцев, амнистировал участников польского восстания 1830 года. Несколько тысяч поляков из ссылки вернулось домой. Приостановил на несколько лет рек русскую повинность, показал себя добрым государем. После этого всем было понятно, что нужно было приступать к реформам. Александр не торопился. Он собирал вокруг себя команду. Команду, которую называли либеральными бюрократами. Это были настоящие государственники, но государственники пассионарные, с необыкновенным огнем внутри. Большая ошибка заключается в том, что мы всех реформаторов рассматриваем как либералов, которые делают реформы с одной единственной целью, чтобы побольше западных европейских ценностей, побольше свободы непонятно какой, все распустить, всем все дать, всем все разрешить. Это совершенно неправильный подход. Штаб реформаторов, который сложился вокруг императора Александра, это в первую очередь его брат Константин, как раз руководитель морского ведомства, морской министр, как тогда говорили. Это его тетка, жена его дяди Михаила, младшего брата отца. Немецкая принцесса, которая совершенно обрусела, великолепно говорила по-русски, была очень образованной, активно занималась благотворительностью, создавала Красный Крест. Именно его тетка организовала всю службу милосердия во время Крымской войны. Пирогов и госпиталь Пирогова работали в Севастополе на средства великой княгини Елены Павловны. Замечательная женщина, она настолько искренне верила в необходимость эмансипации крестьян, тогда это называли эмансипацией равноправием, освобождение крестьян, придание им равных прав гражданских, человеческих, свободными людьми. Так вот, она настолько искренне в это верила, что провела в своих личных имениях эксперимент и просто отпустила 15 тысяч крестьян по собственно разработанной модели с землей за выкуп на волю. И вот этот эксперимент Елены Павловны потом очень много практически помог при реализации великой реформы, освобождении крестьян по всей России. Там было много интересных и ярких людей. Я, наверное, подготовлю отдельную лекцию по поводу реформаторов и штаба реформаторов Александра Второго, иначе у нас никакого времени не хватит. Это были люди яркие. Братья Милютины, например, военный министр и младший брат его, замечательнейший юрист, подготовивший многочисленные реформы. Многие из них были людьми не особо знатными, среднего происхождения. Мама Александра все время ставила ему в упрек и говорила, где ты берешь вокруг себя этих Милютиных, откуда это все? Посмотри, у твоего отца какие были сподвижники, какие у него были помощники, на кого не посмотришь, или князь светлейший, или граф из самых поколениями столбовых дворян, или кто-нибудь из Рюриковича, в конце концов. Александр отвечал, мама, вы знаете, мой отец был гением, поэтому он мог позволить себя окружать обычными исполнителями, выполнявшими его волю. А я человек простой, я не гений, поэтому мне нужны талантливые помощники. И действительно Александр собрал вокруг себя огромный штаб самого разного происхождения талантливых помощников. С их помощью провел реформы. О реформах этих можно говорить бесконечно. По идее, нормально, одна лекция, одна реформа. Но чтобы нам здесь сберечь время и не удариться совсем уж в детали, я об одной реформе расскажу вам поподробнее, все-таки это в какой-то степени моя военно-историческая специализация, а по остальным широкими импрессионистскими мазками, чтобы вы просто почувствовали сам дух реформы того времени. Итак, первая реформа, с которой начал Александр, потому что он и сам хорошо в этом разбирался, и без помощников, была, как несложно догадаться, реформа армии, реформа военная. Какие-то действия начались буквально с первых дней. Был сокращен срок службы рекрутов до 15 лет. В несколько этапов проведено сокращение армии, потому что это огромная русская армия, почти 2,5 миллиона человек, не по сильным временем лежала на российском бюджете. Армию сокращали в несколько этапов, в итоге сократили вдвое. Было несколько военных министров, которые помогали Александру в организации реформ, но одну фамилию я вам все-таки назову, как бы я ни повторял ее потом в своей лекции о реформаторах. Это Дмитрий Милютин, будущий генерал-фельдмаршал, последний генерал-фельдмаршал Российской империи. Он прожил очень-очень долгую жизнь. Он скончался в 1912 году в возрасте 96 лет, похоронен на Наддовичьем кладбище. Российское военно-историческое общество несколько лет назад по моей инициативе нашло заброшенную могилу. Ее просто залили асфальтом во время очередной советской реконструкции дорожек. Мы обнаружили там два захоронения. Самого Милютина, по сути, создавшего новую победоносную русскую армию после поражения Крымской войны. Нашли рядом еще одну могилу. Могилу его супруги. Я напомню, что Милютин прожил 96 лет. Последние лет 20 он жил в Крыму, в своем имении в Семьезе. Писал статьи научные и военно-технические. Одна из последних, сложно это представить, для 90-летнего генерала была посвящена возрастающей роли автомобильного транспорта и использованию автомобилей в современной войне. Представьте себе это накануне Первой мировой. Рядом находится могила его жены. Единственная. Тоже умершая в весьма и весьма преклонных годах. Разница в дате смерти 96-летнего фельдмаршала и супруги, я боюсь ошибиться, кто из них ушел первым. Один день. Один день. Вот это настоящая любовь. Что из себя представляет русская армия к моменту окончания Крымской войны? Да, героическая. Да, отличный офицерский корпус. Да, храбрые генералы. Генералы не были плохими. Я напомню, что во время сражений в Крыму нередко генералы лично водили войска колонны в атаку. И гибли один за другим под вражеским шквальным огнем. Замечательный офицерский корпус. Профессиональная армия. Но технически отсталая, связь отстает, снабжение отстает, отношение к солдату в очень сильной степени зависит от личности офицера. Мы же помним с вами, солдаты забирали на 25 лет. Ну, фактически на всю жизнь. Есть, конечно, шанс выжить, потом вернуться, получить на дел государственной земли. Еще если есть земля свободная, в той губернии, где захочет поселиться инвалид, ветеран после войны, получить какую-то ничтожную пенсию. Может быть, тебе дождется семья, если ты успел завести ее перед призывом, перед рекордским набором. Или где-то там, в момент краткосрочных отпусков, вдруг тебя отпускали в деревню ненадолго. А может быть, будешь жить один, никому не нужно. Солдатские службы боялись, прикручены, боялись панически. Уходили в рекруты, как на смерть. Помните, солдатушки, бравые ребятушки, где же ваши жены? Песенка-то ведь совсем не веселая при всей своей бравурности. Наши жены пушки заряжены, а сестры, наши сестры, пики сабли востры. А дети, дети, где ваши? Наши дети, пушки на лафете. Солдат, как правило, обречен бедность и одиночество. Не случайно в Уголовном кодексе того времени было понятие отдать в солдаты. Это официальная государственная разновидность наказания. Милютин захотел изменить всю эту систему. И он смог это сделать. Он проработал министром 20 лет. И за 20 лет и провел реформу. И где надо подрихтовал, и довел ее до логического завершения каждой из ее пунктов. Что было сделано? Очень быстро перечислю. В части управления громадной армией. Множество структурных изменений. Погружаться не надо. Профессиональные военные, если интересно, почитают. Система корпуса, дивизии, полки. Все было приведено в соответствии с требованиями момента. Впервые страна была разделена на военные округа. Как сейчас эта система сохранилась. Военные округа для того, чтобы удобнее было управлять. Была определенная децентрализация управления. И впоследствии удобнее осуществлять комплектование армии. Колоссальное внимание Милютин уделил военному образованию. Он понимал, что современная война и современное оружие требуют грамотного солдата. И требуют более грамотного офицера. Поэтому была расширена система подготовки офицеров. Разные были формы учебных заведений. Юнкерские училища, просто военные училища. Множество кадетских училищ, которые потом были преобразованы при Милютине в военные гимназии. Получалось качество преподавания. Увеличивался набор. Создано было при Милютине Академия Генерального штаба. А также появилось еще несколько специализированных академий, которые давали не простое, а уже высшее образование. Как сверхуниверситет для офицера. Это Инженерная Академия, Артиллерийская Академия, Военно-Медицинская Академия и Военно-Юридическая Академия. В Военно-Медицинской Академии впервые в мире был создан институт для женщин. Женщин-военных врачей. Можете себе такое представить? Недавно в телеафише попался известный сериал «Доктор Квинн. Женщина-врач». Тоже якобы действие происходит тогда, во второй половине XIX века. Где-то за границей. Там женщина-врач вызывает большое удивление. А у нас, и особенно во время потом русско-турецкой войны, в 70-е годы XIX века, были массовые военные женщины-врачи. И они очень помогали. Были очень эффективны. Почему кадетские корпуса переименовали в военные гимназии? Суть-то образования не сильно поменялась, просто добавилось чуть больше гражданских дисциплин. Задача была в том, чтобы выпускник корпуса ощущал себя не солдафоном по замыслу Милютина, а классическим культурным человеком. Уровень культуры офицерского корпуса серьезно повысился. Реформа в вооружениях. Нарезное оружие, нарезная артиллерия, переоборудование всех крепостей. Талантливый инженер, который организовывал строительство укреплений вокруг Севастополя, Татлебин, становится начальником инженерного управления императорской армии и руководит реконструкцией крепостей, которые сыграют огромную роль потом. Крепость Осовец. Брестская крепость в Первую и во Вторую мировую. Керченская крепость. Все это закладывается и делается при Милютине. В армии появляется военная прокуратура, военный суд. И работают там выпускники военно-юридической академии. Реорганизуются казачьи войска. Становится, с одной стороны, более регулярным. Им это, конечно, не нравилось. Более регулярным, более организованным и более похожим на кадровые кавалерийские части. А с другой стороны, Милютин, как человек прогрессивно мыслящий, добивается и большего самоуправления на казачьих территориях и в казачьих войсках в мирное время. Это уже казакам очень нравилось. Полная реорганизация перевооружения на флоте. Здесь вместе работал Милютин и великий князь Константин Николаевич. В России появляется мощнейший, один из лучших в мире, броненосных флотов. При этом, что тоже очень важно, настолько меняется система снабжения, питания, медицинского обслуживания на флоте, первичные подготовки моряков, что в гражданское время смертность на корабле статистически за эти 20 лет уменьшается на разных флотах в среднем в 3-4 раза. То есть служить на флоте стало гораздо безопаснее. Ну и, наконец, главная реформа Милютина. То, о чем много говорили, много спорили. То, что никому не нравилось и все были против, кроме рекрутов, которые отбывали свой 25-ти либо 15-ти летний срок службы. Это переход на систему от профессиональной армии рекрутского набора всеобщей воинской повинности, которая сохранилась у нас и сегодня. Я напомню, что первой европейской страной, которая создала массовую армию по принципу всеобщей воинской повинности, была революционная Франция. Именно это, а отнюдь, неличный полководческий гений Наполеона Бонапарта стало залогом всех военных побед французов в наполеоновских войнах. Они могли бесконечно пополнять армию, и она у них была самой многочисленной. Милютин провел реформу, когда вместо рекрутского призыва, когда служил, может быть, один из тысячи, он служил практически всю жизнь, когда большая часть подавляющей офицерского корпуса это были только дворяне, но дворяне при этом служили не обязательно, а по желанию. Когда армия, по сути, была строго сословной, офицеры, дворянство, солдаты, крестьянство, когда армия стала единой и всеобщей. Несложно догадаться, что все дворяне были против. С этого момента принадлежность дворянскому сословию не освобождала тебя от воинской службы. Ты мог не хотеть стать офицером, ну тогда ты шел служить солдатам, унтер-офицерам. Детали сейчас расскажу. Это не нравилось дворянам, потому что по мере армейской реформы все больше и больше разночинцев попадало в офицерский корпус, и таким образом это перестало быть исключительно дворянской привилегией. Отец Антона Ивановича Деникина был из бывших крепостных крестьян, которые получили свободу и в армии дослужились до офицерского звания. Как осуществлялась при Милютине всеобщая воинская повинность? Призывали не всех. Такая огромная армия империи была не нужна. Примерно призыву подлежала половина мужского населения, достигшего 20-летнего возраста. Кто освобождался от призыва? Целый ряд категорий по профессиям. Освобождались учителя. Считалось, что учитель школьный или университетский делает настолько важное дело, что он защищает родину в классе. Пусть учит подрастающее поколение. Священники освобождались от призыва. Освобождались от призыва единственные сыновья в семье. Единственное, сын не призывался. Освобождались от призыва сыновья, если старший сын уже служил в армии. Считалось, что в семье два, три, четыре сына старше служат, этого достаточно. Остальные пусть займутся домашним хозяйством. Таких льгот было довольно много. Таким образом, призыв уже распространялся на половину населения. После того, как половина примерно освобождена служба в армии, все мужчины, подлежащие призыву и достигшие 20-летнего возраста, должны явиться в ноябре на призывные пункты, когда сельхозработа закончилась на селе. Разыгрывается жеребьевка. И далее призывников выбирают по жребию. Тот, кто вытянул жребий, идет служить. Тот, кто не вытянул, записывается в ополчение. Проходят небольшие курсы, как у нас было в советские годы. На дальнейшую жизнь это его мало влияет. Его могут призывать только в случае большой войны. Таким образом, число призывников еще существенно сокращается. А дальше, для того, чтобы служить не 6 лет, не 7, а меньше, надо всего лишь хотеть учиться. Ничего более. Если ты закончил церковно-приходскую школу к 20 годам, начальную земскую школу, ты служишь уже не 6 лет, не 7, а 4. Если ты закончил городскую школу несколько лет, ты служишь 3 года. Если ты закончил полноценную гимназию, всего лишь полтора. А если ты окончил к этому моменту университет, то 6 месяцев. И все. Была еще одна интересная категория для тех, кто не хочет подвергать себе риску жеребьевки, а готов отслужить в армии добровольцем, не участвуя в этом общем ежегодном вытягивании жребия. Ты мог записаться в вольноопределяющейся. Обычно вольноопределяющимся было лет 17, сразу после окончания школы либо гимназии. Они говорили, ну, мы не хотим ждать 20 лет, мы хотим послужить добровольцами. Они свободной волей определяли свое будущее. И в этом случае они поступали в армию, но, во-первых, они могли выбрать себе место службы, могли выбрать себе, как говорили, оружие, то есть выбрать себе те войска, где им интереснее служить. Ну, например, если вольноопределяющийся изучал медицину, фельдшерские курсы закончил, или был студентом медицинского института, и он служил военным врачом, военным госпиталем. Если вольноопределяющийся интересовался транспортным делом, работал на железной дороге, закончил соответствующее училище реальное, он служил в военно-транспортных частях, вольно выбирал себе направление службы. Слог службы такого добровольца вольноопределяющегося тоже был очень разным, в зависимости от разряда и от уровня его образования. Принцип такой же. Чем он более образован, тем меньше служит. Максимальный срок службы вольноопределяющегося это где-то год, а минимально три месяца. С университетским дипломом три месяца. И после этого, сдав соответствующий экзамен, получал погоны и корочку офицера запаса. При большой войне, при собственном желании, мог пойти на войну уже офицером. Это была очень удобная система, и немало молодых людей, патриотически настроенных, либо желавших послужить в армии по профессии, как говорится, получить на всякий случай дополнительную еще одну офицерскую профессию. Записывались вольноопределяющиеся, к ним хорошо относились, его очень уважали в русской армии. Обычно вольноопределяющиеся служат рядовым, на младших чинах, но их всегда отличали, у них была небольшая нашивка. До той поры, пока он не закончил срок службы и не сдал по желанию офицерски, в русской армии было принято к вольноопределяющимся всегда обращаться только на вы, как офицером, и только по имени-отчеству. На «ты» ни в коем случае, никогда. Никогда просто по имени. Это уважаемый человек. Это образованный доброволец. Казалось, что переход от профессиональной армии, где солдат 15, 20, 25 лет служит, все знает до автоматизма, да, жизнью тяжело, он фактически находится в таком крепостном состоянии при армии, но зато это большой профессионал военного дела. Зато офицерам с такими легко. Зато эта армия предельно боеспособна. Да, ее дорого содержать, она большая. В самом начале военной реформы Александр окончательно упразднил все военные поселения. Как-то через военные поселения пытались удешевить, ничего с этим особо не получалось. Но, по крайней мере, это настоящая армия, только контракт у тебя на четверть века. А армия по призыву, тем более с таким количеством льгот, привилегий, где кто-то служит полгода, а кто-то, ну, максимум 6 лет, крестьянин необразованное, эта армия будет небоеспособной. Практика показала совершенно обратное. Перевооружение, реструктурирование, резкое повышение уровня образованности офицеров, создание военных академий, новая штабная культура, лучшая управляемость армии. Все это дало кумулятивный эффект, который позволил после Крымской войны в кратчайший срок перестроить нашу армию и добиться впечатляющих побед, которая потом не просто показала себя боеспособной и победоносной и на Балканах, и в Средней Азии, но которая показала себя исключительно выдержанной и культурной в лучших суворовских традициях. Все иностранные наблюдатели, которые были при нашей армии, например, во время последующей Балканской войны с турками, говорили, что более образцово, как говорили англичане, поджентельменски ведущихся солдат и офицеров просто нет нигде в Европе. Это лучшая и самая выдержанная, самая культурная армия в мире. Так что эта система сработала. Ну и поскольку я так подробно рассказывал вам о военной реформе, не могу обратить ваше внимание на этот манекен, мы ведь о военном образовании говорили, мальчик из воронежского каяцкого корпуса, который после Александровских реформ станет воронежской военной гимназией. Классическая солдатская шинель, наше изобретение времен еще государя-императора Павла Петровича, башлык, одновременно шарф теплый и капюшон, который пристегивался к шинели. по тем временам довольно удобен. Башлыки это изобретение наше, изначально казачьих войсках, многие армии мира переняли его у нас, и даже французские колониальные войска служились подобного рода башлыками, не шерстяными, а с какой-то другой материи, все-таки прохладнее, чтобы было во французском легионе и во фрисканских частях. Обращаю ваше внимание, типичный головной убор Александровской поры военная кепи. Вместо вот этих всех киверов огромных не только французы и не только американцы времен войны севера и юга, как мы смотрим кино, это насилие, но и вся русская армия была переодета в эти новые современные головные уборы с таким твердым кожаным козырьком. Кажется, сегодня не столь модным, но согласитесь, это гораздо удобнее, чем носить вот этот громадный кожаный кивер, от которого потом шея болит и соль в позвонках. Так что солдатам нравилось. Так выглядел юный воронежский кадет. А вот рядом появился еще один маленький мундирчик. Это тот же самый воронежский Михайловский, но уже прошла реформа. Теперь это называется Михайловская Воронежская военная гимназия. Увеличилось количество гражданских дисциплин. Это более классическое гражданское образование, выпускник этой гимназии легко поступит в любой университет и найдет себе место не только в военной, но и гражданской службе. Черненький преобразовался мундир, стал более строгим. Называли его почему-то мундиром казачьего образца. Казачьи войска в реформенную пору Александра Второго обрели новое качество, стали более регулярными, а на территории стало больше самоуправления. Лихо воевали казаки в Турецкую войну, в Средней Азии вместе со Скобелевым. Есть такая интересная история, как-то один из казачьих полков проходил смотр военный в Петербурге и, кстати, отправлялся прямо на войну, это было общепринято в те времена, и смотр принимал сам государь-император Александр Второй. Как-то так они лихо горцевали, что Александр, повернувшись к кому-то из командиров, сказал, какие молодцы все-таки наши казаки, на войну весело, как на свадьбу идут. Фразу эту подхватили, творчески переработали, и с той поры у этих казачьих частей официальным военным гимном, с которым они шли на любой парад и на любую войну, стал свадебный марш Мендельсона. Главное, казачья мелодия. Давайте с войной покончим и поговорим о гражданских реформах Александра Второго, которые воистину перевернули всю нашу страну. Я рассказывал вам о команде либеральных бюрократов, во главе которых стояли замечательные, умнейшие реформаторы, брат, младший Александра Второго, великий князь Константин Николаевич, глава морского ведомства. Его с молодых ногтей отец Николай Первый готовил к карьере морского за перевооружение, реструктуризацию флота, очень много сделал для его развития. У него хорошие учителя были. Одним из любимых был Федор Литке, наш замечательный путешественник, адмирал, устроитель флота, капитан, выросший на палубе корабля. Один из основателей русского географического общества, был комендантом Кронштадта. Во время Крымской войны устроил такую хитрую систему минных полей вокруг Кронштадта, что как ни пыталась английская эскадра прорваться к Петербургу мимо нашего морского бастиона, не смогла. Это было бы для нее самоубийством. Издалека показывалось, и находясь в Петергофе, государь-император мог подзорную трубу наблюдать английские корабли, но приблизиться к берегу они не могли. Я похвастаюсь, Российское военно-историческое общество вместе с РГО установило Кронштадте на месте службы его симпатичный памятник литки и животные, вы не поверите, тюлени, белые медведи, потому что он был выдающимся полярным исследователем, и эти животные им описывались. Среди его задач было и воспитание будущего морского министра Константина Николаевича. Мы говорили о тете Александра Елене Павловне. Рассказать в этом человеке нужно обязательно, потому что мы будем говорить о главном достижении эпохи Александра отмене крепостного права и земельной реформе. Этот человек очень интересный, необычный, некто ростовцев. Тот, кто последовательно следит за нашим лекционным курсом, кто слушал серию рассказов о декабристах, вспомнит эту фамилию. Ростовцев. Это тот самый молодой подпоручий гвардии, который накануне 14 декабря восстания на Сенатской площади 1825 года явился в Зимний дворец государю-императору Николаю Первому и рассказал ему о грядущем военном мятеже. При этом он не назвал ни одного декабриста, сказав, что это бесчестно, он связан честным словом и выдать своих товарищей поименно не может. Но поскольку он принципиально против кровопролития, поскольку он принципиально считает, что надо не воевать, а как-то договариваться, поскольку он честно, это вообще невероятно, но он предупредил декабристов о том, что он пойдет и выдаст их царю, пообещал, что не назовет имен, но сказал, про ваше выступление я все расскажу. Декабристы не народовольцы, они его отпустили, люди чести, они его не задушили где-то там на лестнице, как поступили бы нечаевцы. Николай Первый сам любил выглядеть рыцарем, как его папа, и такое рыцарское отношение подпоручика его приятно удивило. Он никак его не наказал, более того, Ростовцев делал нормальную военную карьеру и к моменту смерти Николая в Крымской войне был генералом, или даже, по-моему, генерал-лейтенантом русской армии, но настоящий взлет начался, когда пришел к власти Александр. Он был знаком с Ростовцевым, очень хорошо к нему относился, считал его замечательным военным администратором, организованным человеком, и поручил ему готовить крестьянскую реформу. Ростовцев подошел к этому крайне серьезно. Он изучил все проекты, которые были в России, Мордвинова, Рокчеева, Воронцова. Этих проектов были десятки. Он проанализировал, как работали все секретные комитеты. Он отпросился в командировку за границу, поскольку в целом ряде государств, особенно германских, крепостное право отменили не так давно, или оно еще существовало, но только в несколько иных формах зависимости. Он изучил зарубеж наук. Вот этот человек, который когда-то выдал декабристов, стал убежденным, пассионарным сторонником освобождения крестьян. И, конечно, очень сильно влиял на царя. Ростовцев не дожил до реформы. Когда он умирал, государь-император дежурил прямо у его постели, и говорят последние слова Ростовцева, который все время уговаривал императора все-таки решиться, сделать этот шаг, были государь. Освободите крестьян. Не бойтесь. Ради Бога. Не бойтесь. А было чего бояться, потому что освобождение крестьян кардинальным образом противоречило интересам главной опоры трона, главной образованной и вооруженной прослойке сословия русского общества дворянства. Помните, Екатерине Второй тут так в шутку говорили, хотя это совсем не шутка, подлинными владителями Российской империи называли отнюдь не императора. Россией коллективно владели и распоряжались дворяне. Организованная дворянская группировка. Все монархи, которые это знали и понимали, как Александр Первый, как Екатерина, как Николай Первый, более-менее спокойно закончили в свой век. Те, которые считали, что они абсолютные самодержцы и плевать хотели на мнение дворянского окружения, как Павел Первый, как его отец Петр Третий, скончались, как тогда писали, гемроидальными коликами, весьма и весьма скоропостижно. Какая ситуация была накануне отмены крепостного права, накануне реформы? Дело в том, что интересы дворян довольно серьезно различались. Зависило это от того, владели ли дворяне землей на юге или на севере России. Я так немного упрощаю нашу климатическую географию. Дворяне с севера, основным их капиталом было владение крестьянскими душами. Земля неплодородная, урожая мало, поэтому главная ценность это сколько физически крепостных. Эти крепостные могут, конечно, платить какой-то небольшой оброк с земли, там много не соберешь, или пытаться отрабатывать барщину, но это все экономически неэффективно. Лучше, если эти крепостные займутся ремеослами, займутся отхожим промыслом, будут приносить живые деньги. Люди для дворян с севера это капитал. И фактически они заинтересованы в том, чтобы этих людей никуда и никогда не отпускать от себя. На юге ситуация другая. На юге плодородные земли, чернозем. С этой землей заработать несложно. Ее можно в любой момент сдать кому-нибудь в аренду, получить с нее большой оброк. Поэтому будут крестьяне обработать эту землю собственные, или будут это делать арендаторы. Это не суть важна. Суть важна, чтобы сохранить у себя всю землю. Потому что капитал это земля, это не то, что на севере. Поэтому были принципиально разные предложения от разных дворянских собраний, от разных регионов, как проводить освобождение крестьян, если вообще его проводить. Отпускать самих крестьян или не отпускать? Или их отпускать за большой выкуп? Ну как это так отпустишь крестьян на севере просто так? Нищета, что ты потом с этой землей будешь делать? Да никто у тебя не возьмет. Или возьмут за такие копейки, собственный дом не сможешь отапливать. На юге главное сохранить землю. Капитал это земля. Был еще третий фактор, такой личный фактор определенного неудобства. Была ведь категория дворовых крестьян. Их немало, их примерно 5-6% от общего числа крепостных. Это крестьяне, которые находятся у господ в личном услужении. У них вообще нет земли, у них зачастую и дома своего никакого нет. Они живут в усадьбе либо в квартире вместе с господами в маленькой комнатке хозяйской где-нибудь в коморке. Это няни Карина Родионовна. Это слуги, горничные, водители, ну, то бишь кучер, конюхи. Это разного рода помощники по хозяйству, которые следят за порядком в усадьбе, чинят, помогают, ремонтируют. То есть это личный обслуживающий аппарат дворянства. Если их отпустить, то вообще все из рук валится. Это даже не современная высокотехнологичная квартира или дом на газовом отоплении. Тут без истопника замерзнешь. Что делать с ними? Тоже непонятно. Это большая ценность. Хороший дворовой, опытный печник, мастер. Я уже не говорю про конюха. Или опытную няню, которая умеет работать с маленькими детьми и младенцами. Он на весь золото. Его просто отберут, эти сословно-трудовые отношения. Поэтому при всех царях готовились секретные записки, проекты. Но дворянство отмены крепостного права категорически не желало. Его существующее положение, какие бы они либеральные мысли не высказывали слух, вполне устраивало. Но государь понимал. Государь, я напомню, по своим убеждениям был не просто консерватором, а во многом даже консервативнее, чем его отец, но Александр понял. Лучше начать уничтожение крепостного права сверху, нежели ожидать времени, когда она начнет само уничтожаться снизу. Я сейчас процитировал выступление Александра Второго перед дворянами. Дело в том, что, исходя из формальной юридической точки зрения, отмена крепостного права могла произойти и без согласия помещиков. В момент Крымской войны, если верить Ключевскому, почти две трети дворянских имений и, соответственно, две трети численности крепостных душ были заложены в обеспечение взятых суд у правительства. дворяне поголовно должны бюджету. Соответственно, правительство могло поступить очень просто. Провести национализацию имений с уплатой помещикам небольшой разницы между стоимостью имения просроченной судью. Большинство имений стало бы сразу государственными и крестьяне стали бы государственными. И вот тогда уже государство могло спокойно землей, без земли это уже второй вопрос этих крестьян бесконфликтно отпустить на волю. Именно такой план разрабатывал Киселев, самый либеральный министр в правительстве Николая Первого, министр государственных имуществ. Но этот план не пошел. Почему? Потому что в этом случае как раз две трети дворян одномоментно и сразу лишившись всего своего имущества как движимого условно это крепостные души, так и недвижимого это земли и имения сразу односекундно они просто были бы обречены на нищету они бы разорились и государство ну получило бы такую вооруженную фронту в одну секунду это представить невозможно чтобы началось в стране. Надо сказать что пытались крепостное право отменять частями. Александр Первый провел несколько экспериментов и отменил крепостное право в прибалтийских губерниях. Вспомним наш рассказ о Барклайе де Толли когда он получал в награду от государя имение в Прибалтике по сути эти имения представляли собой большую дачу. Это не было поместьем с крепостными. У Барклая де Толли генерал-фельдмаршала российской армии вообще в своей жизни не было ни одного крепостного. Жил на жаловании ну и какие-то премиальные завоенные победы. У него была дача под Юрмалой у него было имение где работали крестьяне по принципу аренды. Но дело в том, что когда прибалтийских губерниях одномоментно крестьян освободили, далеко не все из них смогли на выгодных условиях заключить арендное соглашение с помещиками. Кто-то не договорился, кому-то не хватило земли. И эти лифлянские крестьяне так называемые потом массово переезжали на территорию русских губерний и на кабальных условиях становились батараками у российских помещиков. Иначе они бы умирали с голоду, потому что куда пойти работать. Соответственно, все понимали, что вот так отпустить крестьян просто лично без земли это плохо и для дворян, они сразу решаются рабочих рук, и для крестьян, потому что они обречены на то, чтобы стать либо городскими, либо сельскими пролетариями. Основное разногласие по поводу планов реформы лучше всех выразил тот же самый Ростовцев. Я позволю себе процитировать. Если смотреть с точки зрения права, то вся начатая реформа от начала до конца несправедлива, ибо она есть нарушение священного права частной собственности. Но как необходимость государственная наша реформа священна, законна и необходима. освобождение крестьян в понятиях того времени классическая реформа, проводимая вопреки закону, вопреки праву частной собственности. Собственность изымалась, по сути, у помещиков. Но во имя добра, во имя понятия справедливости и общегосударственного блага, потому что государству было важно и нужно, чтобы все люди были свободны. это типичный пример того, что человек Александр воспитанный в нравственных началах поставил понятие нравственной выше понятия сугубо узкоюридического. То, что справедливо, то, что есть добро, важнее того, что законно, того, что соответствует бумажкам. Добро важнее бумажек. В этом отношении это очень-очень русская реформа. Можно много сравнивать крепостное право в России с аналогичными понятиями в других странах и говорить о том, что мы отстали на 200 лет от Европы. Вот во Франции тогда-то освободили крестьян. Ну, правда, наши монархисты скажут, что в Америке рабство отменили позже, чем у нас освободили. И рабство это все-таки многократно более жестокая форма закрепощения, чем то крепостное право, которое было в России. В германских землях примерно в то же самое время отменяли крепостничество, но там везде по-разному. То есть германские земли были раздроблены. В Англии в 14 веке по сути отменили крепостное право. Ну, как его отменили в Англии? Ну, просто выкинули крестьян без земли за оградку и живите как хотите. Может быть, кому-нибудь я землю сдам в аренду. То есть та же сама мысль наделить крестьян какими-то земельными участками английской аристократии в голову не приходило. И поэтому это страшное несправедливое освобождение, которое прошло в 14 веке в Англии, просто давно все об этом забыли, оно вылилось в колоссальную смертность. Просто люди умирали с голода тысячами и десятками тысяч. В бродяжничество массовое, воровство, чудовищное британское законодательство, когда бродяг, а кто такие бродяги? освобожденные крестьяне, выброшенные на улицу. Бродяг ловили первый раз порка, второй раз виселица. Единственное преступление, которое совершил бродяга, то, что он не нанялся на самых невыгодных условиях за кусок хлеба какому-нибудь лендлорду. Вот, что делает со свободным крестьянином британское право. Свободный, идешь по улице на виселицу. Я немного упрощу саму технологию рассказ о реформе отмены крепостного права, потому что это настолько сложная тема, там так много нюансов, тем более эта реформа осуществлялась в разных регионах России совершенно по-разному. На эту тему защищено великое множество докторской диссертации, и кто-нибудь из русских специалистов на какую-нибудь мелочи подловит. Поэтому наша с вами задача понять принцип, что из себя представляла реформа прямо по пунктам главным, раз, два, три. Начну со следующего. А были ли в крепостной традиции какие-то преимущества? Ну, для дворян понятно, у них все хорошо. А для крестьян? Вы не поверите, но были. Во-первых, преимущества психологические. Крестьянин, работая веками, одно поколение за другим, на этой земле. Начинал воспринимать землю как свою. Он начинал относиться к ней не как барской. И это порождало его в душе определенную стабильность. Не надо большую семью строить, чтобы было побольше мальчиков. То есть были определенные перспективы. Второй вопрос. Социальные гарантии? Да, формально никаких. Но были понятия дворянские. Если крестьянин состарился, уже не может работать, или у него нет родственников, чтобы его содержали. В первую очередь это касается, кстати, дворовых слуг, у которых нет своих земельных наделов. Пожизненное содержание кормить, одевать, обеспечивать каким-то теплым углом, это уже обязанность барина. То есть, можно сказать, что убогое, по нашим понятиям, смехотворное, но по тем временам некая уверенность в завтрашнем дне. Это не рабство. Ну и наконец, если крестьянин предприимчивый, если он уходит на заработки, если он строит какое-то свое маленькое производство, мастерскую, все наши мамонтовые, рябушинские, третьяковые, это ведь не дворянский капитал. Когда-то были их предки крестьянами, которые первые деньги зарабатывали, еще оставаясь крепостными, договариваясь с барином, ну, по сути, об откате. Ты меня, барин, отпусти, я тебе не с этой деревни буду рубль в год давать, а 50 рублей в год. Приду и заплачу, не переживай. Если такие доверительные отношения устанавливались с предприимчивыми крестьянами, то крестьянин мог добиться успеха экономического, имея небольшое конкурентное преимущество. Крестьянин не платил налоги, ведь налог за него платил барин в фиксированную подушную подать. А сам крестьянин никаких налогов не платит вообще. То есть некоторые плюсы в крепостном праве все же были. Ну, уже не говоря о нравственных вопросах, что барин добрый должен о крестьяне заботиться, что они все православные, что они вместе в церкви, относиться к друг другу по-человечески. Это, конечно, теория вопроса, ибо на каждого доброго барина находился свой Троекуров, а на каждого Троекурова могла найти еще, не дай бог, какая-нибудь салтычиха. Еще один вопрос к крестьянской неподсудности. Крестьянин мог где-то оступиться, где-то нарушить закон, отпустил его барин в город, он что-то там украл. И капитан-осправник приедет с этим крестьянином к барину и скажет, вот, ворует. Барин говорит, да, безобразие, но там что он украл, я сейчас вам отдам, компенсирую. А крестьянина, давайте ко мне, я сам его накажу. За исключением определенного риата государственных преступлений суд над крестьянином осуществлял барин сам. Помните, из-за чего поссорился старик Дубровский с Троекуровым, они же друзьями были, не разлей вода. Даром, что Дубровский бедный, а Троекуров богатый. Поссорились из-за того, что Дубровский хотел наказать кого-то из крепостных Троекурова за невежливый разговор, тот ему нахамил каким-то образом. Ну, в общем, хотел его наказать, а Троекуров говорит, нет, это мой крепостной, я сам с ним разберусь, не трогай. Это было искоркой в ссоре. Определенные преимущества у несвободного крестьянина были. Поэтому их тоже надо было учитывать при проведении реформы. Итак, как это проходило? Все было в обстановке строжайшей секретности, никто ничего не знал, все засекречено. Утром того самого дня возле Манежа в Петербурге Александр Второй лично вышел, предварительно собралась толпа, было объявлено, что будет какое-то важное заявление и лично прочитал манифест об освобождении крестьянства и начале реформы. Народ безмолвствовал, народ ничего не понял. С пиарщиками и текстовиками у Александра были большие проблемы. И не только у Александра, тогда мало кто понимал, как надо разговаривать с простым народом. Помните, как народовольцы? Чернышевский писал листовки тогда, к крестьянам обращался. Звучала она примерно так, «Добрым крестьянам и обывателям от их доброжелателей поклон». Добрые обыватели ничего не понимали, какие доброжелатели. Читали эти листовки. А Чернышевский думал, да, народовольцы, что крестьяне вот таким языком друг с другом разговаривают. И когда пришедшие из города экс-студенты начинали рассказывать про то, что реформа плохая, царь плохой, крестьянам тоже, может быть, что-то не нравилось, но эти студенты им не нравились еще больше со своим городским косноязычем, поэтому они их бодро вязали и сдавали ближайшему околоточному. В царском манифесте была такая же проблема, люди не поняли, народ без молстул, на всякий случай вышло распоряжение полиции не свистеть, не шуметь, криков не издавать. Но один какой-то наиболее продвинутый горожанин, дворник питерский, не мог сдержать себя, видимо, мало что поняв, но при виде государя-императора от счастья, несмотря на предупреждение, начал громко кричать «Ура! Ура! Ура!» За что был полицейскими пойман и выпорот. Лучше бы молчал. Постепенно, по ходу того, разбирались в тексте, народ, конечно, понимал, что произошло эпохальное событие. Царь уже тогда получил неформальное наименование освободителем. Выступления крестьян были немного. Советские учебники драматизировали это. Где-то это было связано с тем, что просто крестьяне не понимали сути предложенной реформы, полагали, что вся земля их, начинали как-то там делить. Помещик обращался в полицию, полиция крестьян разгоняла. Были некоторые стычки. Ну, в общем и целом, все прошло гораздо спокойнее, чем в Соединенных Штатах. Война Севера и Юга началась не из-за освобождения чернокожих, но такое резко неудачно проведенное освобождение сильно усугубило конфликт между Севером и Югом. Поэтому, можно сказать, что Александр Второй оказался в государственном плане мудрее, опытнее, чем Авраам Линкольн. Кратко о сути реформы. Кого освобождали? Освобождение получили все категории крестьянства зависимого, а именно помещищи, их было примерно половина от общего числа, государственные и еще удельные крестьяне. Удельные крестьяне это те, которые были прикреплены к земле собственности императорской фамилии. Это несколько процентов от общего числа. чья после этого объявляла собственность на землю. Формально помещики на всю принадлежавшую им землю сохранили собственность. Их так успокоили. Но на самом деле они обязаны были передать крестьянам не индивидуально, а общине крестьянской существенную часть земли в постоянное пользование. За пользование этой землей крестьяне, входившие в общину, должны были платить помещикам оброк, аренду, или отрабатывать барщину, если у них денег не было. Или они полагали, что барщину это выгоднее. Вот эти крестьяне, которые временно работали на земле уже переданной общине, но не ставшей еще собственностью общины, назывались временно обязанными. Какую роль в этой сделке играло государство? Многоплановое. Во-первых, оно сразу зафиксировало стоимость земли. Ту стоимость передной общине помещища земли, которую потом община будет долго в рассрочку выкупать. Государство старалось эту стоимость занизить, чтобы выкуп был не слишком дорогим. Ну, естественно, дворянские лоббисты, наоборот, это все завышали, поэтому где-то были недовольны дворяне, где-то были недовольны крестьяне, как в любом компромиссе. Компромисс это что? Какая сделка считается удачной компромиссной? Только та, которой недовольны обе договаривающейся стороны, поскольку условиями реформы в целом и особенно вопросами стоимости выкупной земли оставались в основном недовольны как дворяне, так и крестьяне, но надо полагать, что правительство подошло правильно, компромиссно. Второе. Государство выступало гарантом по сделке и говорило мы гарантируем дворянством, что за всю землю рано или поздно вы получите деньги и мы гарантируем крестьянство, вас никто не кинет, этот земельный участок навсегда останется в собственности крестьянской общины, ничего не поменяется, никогда помещик обратно у вас эту землю никак не отберет. Это было очень важно. Третье. Самое главное. А на какие деньги будут крестьянеин выкупать ту землю, он денег в руках не держит, практически натуральное хозяйство, ну кроме узкого слоя крестьян предпринимателей. Государство давало крестьянину кредит на выкуп земли, почти 100%, где-то это было 80%, где-то 90%, какую-то часть общины должна была или изыскать сама, потому что нельзя было, чтобы выкуп был совсем бесплатный, это было правильно, что-то продать, ну или где-то прокредитоваться на стороне. Но большую часть подавляющую выкупных денег давало государство. Давало под небольшой процент на 49 лет. И в течение этих 49 лет государственными деньгами община расплачивалась с помещиками. У вас возникнет вопрос, откуда государство взяло столько денег, чтобы разом выкупить всю землю? Ответ. А ни откуда. Денег этих взять было абсолютно невозможно. Это было несколько десятков ВВП России. Поэтому государство не платило живыми деньгами помещику. И, кстати, правильно делало, потому что, получив бы сразу вот живой кэш через общину от государства, помещик мог бы что сделать? Ну, не знаю. Купить футбольный клуб в Лондоне, дачу в Биорице, поменять свою несчастную Псковскую Латифундию на домик на Лазурном берегу на острове Кома. Да кто его знает? Но чтобы свои деньги стали тратить помещики. Далеко не все они были ориентированы на развитие бизнеса, на предпринимательство, да просто на дальнейшую жизнь вот здесь вот на этой скудной земле. Кто-то мог бы просто сбежать, уехать, прогуливать эти деньги и горным бизнесом заняться в качестве игрока. Поэтому государство, которого денег не было, платило помещику только часть суммы. 5-10 процентов. А остальное все постепенно выдавало выкупными обязательствами. По большому счету расписками долговыми. Тоже под такой же символический небольшой процент. То есть растягивало максимально платеж. Помещик чемодана с наличностью за свою землю не получал. Это им тоже помещикам не нравилось, они хотели деньги сразу, но кто же им отдаст? Следующий вопрос. В какой момент община становилась собственником земли? Это очень важно. Община становилась собственником земли никогда расплатиться. Община как гарант этой сделки становилась юридическим собственником земли после того, как утверждалась так называемая выкупная сделка по земельное отношение между помещиками и крестьянами. Как только все документы оформлены и первые платежи прошли, все. С этого момента община по документам, по свидетельству о собственности, собственник всей земли. Это психологически очень важно. Я называю эту реформу колхозной ипотекой, потому что на самом деле выстраивались отношения не между государством, помещиком и конкретным крестьянином, а между государством, помещиком и общиной. Крестьянин потом должен был с общиной разобраться сам. И по сути земля отдавалась под ипотечное обеспечение государством этой общине в собственности. Вот такая была колхозная ипотека. Создавались колхозы, только единственная разница была в том, что каждый крестьянин продолжал в общине работать не на общей земле, тракторов не было, а на своем собственном наделе. Более того, поскольку наделы разного качества, ну где-то на холме светлое место, хорошее урожае, где-то общинная земля в болоте, то время от времени еще эти наделы менялись местами, перерезались, или же они сразу нарезались на такие полоски, чтобы каждому достал свой кусочек хорошей земли, и каждый был вынужден ну как-то мириться со своим кусочком неплодородной земли. Это была сложная система, но это была коллективная собственность. Только потом, когда государство будет сокращать выкупные платежи, а по-моему в 1907 году уже, по итогам первой русской мятежной революции, вообще спишет все долги и отдаст всю неоплаченную землю общине окончательно, отменит эти выкупные платежи, вот только после этого, с началом Столыпинской реформы, индивидуальный крестьянин сможет расторгнуть свои договорные отношения с общиной, выделиться, индивидуально продать свою землю и переехать куда-то, заняться своим фермерским хозяйством на новых землях, выйти из общины, ну либо выйти из общины и заняться фермерством на этой земле, если тебе этой земли хватает. Вопрос, что значит хватает земли? Сколько земли получал крестьянин по итогам реформы? Ну, во-первых, количество земли было везде разное, не Черноземье где-то в степях или наоборот на севере побольше, а там, где земля плодородная, Воронежская область, Малороссия, Новороссия, там, естественно, поменьше. Но в среднем это 6 десятин земли на одного человека мужского пола. Это не на семью, это именно на душу мужского пола. Десятина чуть больше гектара. Поэтому земли было немало. И первое время земли хватало. И урожая хватало. После реформы за 20 лет правления Александра II экспорт хлеба, экспорт, одна цифра у нас есть точная, из России вырос в 3 раза. На фоне такого резкого роста морального и материального было состояние наиболее работящих крестьян начало резко расти население. И дальше на дело начали дробиться, 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 дробиться. Уже земли не хватает, уже действительно малоземелье не сразу после реформы, а через 10-20 лет. И эти крестьяне уходят в город, становятся самыми бедными рабочими, нанимаются на фабрики. Эти крестьяне формируют будущий пролетариат, двигатель Октябрьской революции. Поэтому проблемы с перенаселением возникли не сразу после реформы, а спустя несколько десятилетий. Уже Витта и Столыпин пытались решать эти проблемы. Решать их можно было двумя путями. Повышение производительности труда, чтобы та же самая земля приносила больше урожая, или чтобы было больше земли, это осваивать селину, это переселять крестьян на свободные земли куда-то за Урал, в Южную Сибирь, север современного Казахстана. Это то, что начал, но не успел сделать Петр Столыпин. Оставалась ли земля у помещика? Да, оставалась. Он не обязан был по закону отдать общине всю землю. В разных регионах по-разному где-то помещик оставал себе половину земли. В принципе, делать ему было с ней нечего, поэтому в основном он тоже сдавал ее в аренду. Где-то меньшая часть, 30% земли. Но если у помещика есть деньги, он может позволить себе иметь на этой земле вишневый сад. Гулять. Понятно, что на вишневом саде ты ничего не заработаешь. Скорее всего, это предприятие убыточное. Все очень красиво, но много вишней не наторгуешь. Поэтому вишневый сад есть, а денег он не приносит. Наоборот, надо за ним ухаживать. И когда к тебе приходит предприниматель, скорее всего, из бывших крестьян, и предлагает тебе за этот вишневый сад в хорошем месте, хорошую цену, потому что потом убыточный бизнес ликвидирует, вишенки все эти вырубит, поделит на дачные участки и продаст разбогатевшим городским интеллигенцией под дачи. Тогда от этой лишней земли разными способами дворянство начинало избавляться. Следующий вопрос. Что было с теми самыми дворовыми, которых было довольно много, 5-6% от общего числа крестьян. У них это земли нет, и отпустить их одномоментно тоже нельзя, потому что тогда у дворян просто все развалится. Надо же как-то дом топить, убирать в усадьбе, детей куда-то пристроить малолетних, если няни уходят. Поэтому дворовых освободили просто одномоментно, но обязали два года продолжить работать у этих конкретных уже не хозяев, а у этих конкретных работодателей. Как они договорятся? Договаривались обычно по-простому за еду, кров и какое-то небольшое жалование. Жалование здесь в данном случае уже приходилось платить, потому что иначе дворовой, получив документы о своей личной свободе, мог и убежать. Поэтому началась оплата слуг, домработниц и дворников. Вопрос, а что было с крестьянами государственными и удельными? В принципе, то же самое, что и с крестьянами помещичьими. Они получили личную свободу, они получили, это очень важно, все гражданские права равны любому подданному империи, а землю они либо продолжали арендовать у государства, либо по модели помещих-христиан, получив ссуду, могли ее у государства выкупить. Преимущество государственных удельных крестьян было в том, что государство не старалось на этом заработать, расценки на государственную землю были гораздо ниже, чем на землю помещичью. Как реформа проходила на окраинах Российской империи, за великороссскими территориями? По-разному проходила. В основном там условия реформы были для крестьян хуже. Например, на Кавказе, за Кавказией, в Бессарабии помещиков не обязывали отдавать часть земли крестьянам за выкуп. В основном крестьян освобождали там без земли. Примерно такая же ситуация была и в Польше. Наполеон освободил всех, когда пришел. В Италии, в Германии, все формы крепостной зависимости он ликвидировал. Он и в той части Польши, которая не входила в состав Российской империи, когда он отвоевал эти земли у Пруссии и у Австрии, тоже крестьян всех освободил декретом. Только освободил он их без земли. Крестьяне дохли, как мухи, и шли опять же в найм потрачить на помещиков. И только после крестьянской реформы у нас они получили наконец-то свои земельные наделы и смогли хоть как-то жить далее по-человечески. Это была не настоящая свобода. Много пиара, мало заботы о людях. Еще один вопрос интересный. Выиграло ли что-то от этого само государство, или оно оказалось в долгах, как в шелках? Выиграло и много выиграло. На самом деле правительство Александра Второго наверху не дураки сидят. Вот там не дураки сидели совсем. Казалось бы, государство дает деньги в долг крестьянам, крестьяне этими долговыми расписками рассчитываются с помещиками, происходит такой кругооборот долговых обязательств, и прямого дохода государству нет. Только колоссальная головная боль, стресс социальный и все вообще недовольство. Нет, не совсем так. Мы ведь не забыли, что по разным оценкам до двух третей имений и земель вместе с душами уже заложены в долг государству. Значит, таким образом государство, расплачиваясь как бы сквозь общину за землю и условно души с помещиком, долги помещика вычитают. Это то, что называется в бухгалтерии схлопнуть взаимные обязательства. Обязательства схлопывались, и все, что дворянство было должно правительству, сводилось к нулю в балансе. Таким образом, безнадежные долги, которые никогда в жизни были все эти раневские ноздревы, коробочки и прочие герои Гоголя, Некрасова, Чехова, Лескова и других наших глубоко понимавших тему писателей, вот эти их безнадежные долги государство довольно быстро и одномоментно зачло. Таким образом, оказалось в целом в финансовом выигрыше и бюджет свой поправило. Важный вопрос еще один. А сколько в итоге государство платило за крестьянскую душу? Почем помещик продавал душу крестьянина? А вот ни почем. В том-то была и суть нарушения права частной собственности. Это было не только принуждение к сделке по земле, но это было принуждение бесплатно. Для красоты иногда могли сказать, что стоимость крестьян заложена в стоимости земли, но этого не было. Крестьян это дело правильное, человеческое, богоугодное, людей, это капитал основной, авария не отпускали на волю бесплатно. Это была суть реформы. Что можно сказать в заключении? С точки зрения развития страны, конечно, это был настоящий переворот в социально-правовой сфере, культурной и, самое главное, в психологическом состоянии населения. Все критиковали реформу. Левые революционеры говорили о ее половинчатости, о том, что надо было бесплатно раздать землю крестьянам. как это сделать? Ну, как? Право, что вообще ничего не надо было делать, надо было как-то медленно, постепенно, от того, что в итоге никто не мог этого предвидеть, произойдет такой скачкообразный рост населения, и появится такое количество малоземельных крестьян, которые пойдут в города, пойдут батрачить, появится сельский, городской, пролетариат. Вот это все стало предпосылками революции 17-го года, что эта революция была как раз спровоцирована неправильно проведенной земельной реформой. Вы знаете, все умны задним умом. Реформа Александра Второго почему была краугольным камнем всех реформ? Потому что именно так компромиссно удалось добиться того, чему учил Василий Андреевич Жуковский, молодого наследника престола, мальчика Сашу. Ни в коем случае нельзя пытаться революционным образом перескочить из понедельника в среду. Надо двигаться постепенно. И вот эта реформа, это был пример умного, поступательного движения в части развития страны и экономики. Дорогие друзья, я заболтался, покаюсь. Я все время заболтываюсь, когда говорю о людях, которые мне симпатичны, которые положили свою жизнь на то, чтобы сделать лучше не только жизнь себя и семьи, но и веренного им народа, страны и государства. Вся команда Александра Второго и он сам жили именно такими мыслями. Это была поразительная команда пассионалов. у каждой реформы всегда были лица. Политическую ответственность брал на себя Александр. Он брал на себя все издержки реформ. И это стоило ему жизни. Но каждая из этих реформ реализовывалась обычно несколькими пассионарными министрами, имена которых мы практически забыли, ну может за исключением имени фельдмаршала Милютина. Остальных мы точно не знаем. Давайте я сейчас расскажу о сути реформ, а потом о людях. Финансовая стабилизация. Мы помним с вами, что к моменту прихода к власти Александра Второго дефицит бюджета 50%. Бюджет наполовину не обеспечен. Страна находится на пороге полного финансового краха. Много чего сделано. Учрежден Госбанк. Единственным распорядителем доходов-расходов становится одно учреждение в стране. Одно все централизуется, все контролируется. Министерство финансов. Бюджет проходит через государственный совет. Парламента еще нет, но уже есть процедура коллективного обсуждения и уточнения бюджета. Александр Второй меняет налоговую систему. Полностью ликвидируется система откупов, при которых терялась значительная часть косвенных налогов, когда целые отрасли, например, торговлю спиртным, отдавались откопщикам. Они платили какой-то фикс, а дальше зарабатывали сколько могли. Сложно этим было управлять, но смогли, наладили систему и доходы государства резко поползли вверх. Создается большое количество коммерческих акционерных банков. Первые активные, эффективные были уже созданы при его АЦ, но именно теперь нет проблем с кредитом. Есть куда пойти и взять деньги, если у тебя есть какая-то коммерческая идея. Разрешаются частные инвестиции в железные дороги, в главную связующую транспортную инфраструктуру страны. Николай был прекрасным инженером. Он лично принимал участие в проектировании Николаевской железной дороги, самой длинной на тот момент дороги в мире, Петербург, Москва. Но все равно дорог железных очень мало, чуть больше тысячи километров Российской империи. За годы правления Александра протяженность железных дорог увеличивается внимание в 20 раз. Не в 2. В 20 раз. Потому что привлекается частный капитал, частная инициатива, потому что акции железнодорожных компаний свободно продаются на всех европейских биржах и американских. Самое главное достижение Александра больше частной инициативы. Экспорт хлеба за 20 лет в 3 с лишним раза. Но я об этом говорил, это вам не экспорт нефти, не экспорт газа. Нефть и газ это наше достояние, и это очень технологически сложная отрасль, требует особых компетенций, но это, простите меня за тавтологию, я скажу это специально, это в конечном счете конечный ресурс. Они не бесконечны. Я был на днях в Кемерово, нашей угольной столице, спросил, а сколько еще угля осталось? И они гордо говорят, да у нас угля по современным оценкам на 500 лет еще. Ну, может на 500, а может на 50. Мы-то вряд ли узнаем об этом точно, но это в любом случае конечный ресурс. А хлеб, зерно бесконечный ресурс. Бесконечный. Только люби и возделывай эту землю. Поэтому экспорт хлеба, который, слава Богу, только последние годы, последние 20 лет в нашей стране начинает систематически с года в год расти, это то, чем всегда славилась наша земля, и то, чем надо нам гордиться и развивать. А, конечно, еще лучше вместо зерна экспортировать что? Лучше всего экспортировать макароны, печенье, продукты переработки. Представляете, сколько итальянцы зарабатывают на нас? Ну, прикиньте себе по весу разницу вот этой, вот пачки макарон итальянских, спагетти из твердых сортов пшеницы, все эти твердые сорта пшеницы у нас, это российские сорта, и сколько по весу стоит 0,0% от этого наше зерно, которое мы продаем в Италию. Так что надо разрабатывать переработку. Далее, налоговая реформа, по сути, создала ту налоговую систему, которая у нас есть сейчас, но только, скажу страшную вещь, она была лучше. У нас очень интересны налоговые ведомства с технологической точки зрения, с точки зрения учета за оборотом, компьютеризации, единые налоговые кабинеты. Мы не только на мировом уровне, мы, наверное, самая продвинутая страна в мире. То есть, ни у кого нет лучше работающей налоговой службы, эффективнее, чем в России. Это большое достижение многолетнего нашего руководства ФНС. Но с точки зрения содержательной, мне кажется, что наша налоговая система, пройдя прекрасный этап в начале нулевых здравомыслительного реформирования, когда появились упрощенка, вмененка, единая шкала подоходного налога, очень много упростилось. Все равно наша налоговая система по-прежнему несет на себе следы вот этой европейской сложной болезни, потому что то, что создали в 90-е наши младые реформаторы, это бред сумасшедшего. Они в развивающейся экономике, в молодой, скопировали налоговую систему развитых стран Северной Европы, сложную, запутанную с этими НДСами, налогами на прибыль, косвенными налогами, прямыми, акцизами. В Российской империи все было гораздо, гораздо проще. Но их налогов вообще не существовало, в принципе, которые есть у нас сейчас. Это вот мы все Данию, Германию и Англию пытаемся собезьянничать. Надо у предков наших учиться здравому смыслу. Это не в укор налоговикам. Налоговики наши работают превосходно. А вот депутаты должны об этом думать. Те, кто занимаются налоговым законодательством. Я об этом говорю со знанием дела. Следующая реформа в области просвещения и цензуры. Ну, цензура просто. Предварительная цензура большинства изданий отменялась. цензурный устав отменялся. Органы цензуры резко сокращались. Это еще не была свобода прессы, но это был огромный шаг в направлении свободы слова. Реформа в области просвещения появились, размножились и структурно оформились два типа хороших средних школ. классические гимназии и реальные училища. У нас почему-то в школе считается так. Если гимназист, то это обязательно сын каких-нибудь богатеньких родителей, потому что он изучает всякие высокие науки, а вот реалист из реального училища это вот почти рабочий. Обязательно будет за советскую власть и симпатизировать большевикам. На самом деле все не так. Разница между гимназистами и реалистами в имущественном плане не было практически никакой. Просто классическая гимназия это там, где изучают классические языки. Латынь, древнегреческий и больше уклон в гуманитарную сферу. В классической гимназии могут учиться представители любых сословий, если зададут соответствующие экзамены. Плюс к этому в классической гимназии есть подготовительное отделение, и даже если ты из крестьян или из бедных мещан, окончил сельскую городскую школу хорошо, потом поучился на подготовишке в классической гимназии, платное было обучение, но не высокая оплата довольно. У тебя есть шанс поступить в классическую гимназию, откуда без экзаменов в университет. И все, перед тобой открыты все двери. В реальной училище или реальной гимназии, как это называли, просто был другой набор предметов, но статус абсолютно тот же самый. Там нет латыни древнегреческого, но там больше физики, математики, химии. И предполагается, что после реальной гимназии ты поступишь в Бауманку. Именно при Александре Втором ремесленное московское училище, основанное его отцом, преобразуется в высший на правах университета технический колледж будущий имени Баумана. В Питерский технологический институт. Вообще, многие училища узкоспециализированные при Александре преобразуются в отраслевые технические вузы, куда принимали выпускников этих самых реальных гимназий или реальных училищ. Что касается начального образования, здесь просто скачкообразный рост, потому что разные источники финансирования. государственные школы по ведомству Минпроса, но появляется огромное количество земских школ, которые финансируются земствами. Больше внимания уделяется финансированию церковно-приходских школ. И таким образом в целом в школах учится уже каждый третий ребенок, включая бывших крепостных крестьян. Это невиданная для Российской империи цифра. В 1869 году ввозится новая должность, очень статусная и важная, инспектор народных училищ. Этот человек осуществляет надзор за всей учебно-воспитательной программой школ и занимается подбором и аттестацией учителей. Мы все с вами знаем фамилию самого известного в стране сегодня инспектора народных училищ той поры. Это инспектор Симбирской губернии, звали его Илья Николаевич Ульянов, отец Ленина. Илья Николаевич Ульянов, кто побывает в Ульяновске, можете просто по интернету посмотреть, там есть виртуальная экскурсия, там сохранился дом в центре Ульяновска, городской, двор большой, где жила большая семья инспектора народных училищ. Он был дворянином, то есть он дослужился до потомственного дворянства и передачи дворянства по наследству, поэтому соответственно и Александр Ульянов, и Владимир Ульянов, и все остальные были дворянами. Должность эта была статусной, ибо по табеле о рангах приравнивалась к генеральской военном ведомстве. Жалование было нормальное. Судя по дому и судя по тому, что у всех Ульяновых была прислуга и помощники по хозяйству, денег хватало на большую семью. Массовыми становятся женские гимназии. При Александре Втором женское среднее образование, которого раньше вообще массового в империи не было, были только отдельные элитные учреждения, как Смольный институт, например, просто становятся обычным делом. Большую роль в этом сыграла супруга императора Мария. У нас вообще две Марии было, две немки. Мария Александровна, жена Александра Второго, и его бабушка Мария Федоровна, супруга Павла, стояли у истоков всего благотворительного движения, также у истоков женского образования. И многочисленные мариинские гимназии, они все финансировались, так и называлось, по ведомству императрицы Марии. Это отдельное учреждение было в империи, и императрица занималась развитием женских мариинских гимназий, мариинских благотворительных обществ, мариинских каких-то учреждений, мариинский театр, это тоже в честь императрицы Марии, мариинская больница в Петербурге. Нам есть за что этих замечательных женщин благодарить. Не говоря уже о том, нашего героя, Александра Второго, была еще прирожденным педагогом. Она вокруг себя собрала кружок энтузиастов, талантливых учителей, фамилию одного из них наверняка вы знаете. Этот год 2023, это год педагога и наставника в нашей стране, исторически главным педагогом и наставником, в этом году даже юбилей его отмечается, это Ушинский. Ушинский пользовался личным покровительством Марии Александровны, она очень его ценила, защищала, помогала всячески, продвигала его методику. У меня дома есть несколько репринтных учебников, а также учебников Ушинского уже в современной орфографии для школ того времени. Ну, вы не поверите, но они мало чем уступают современным. Ну, там каких-то технологических вещей, конечно, не хватает. Если мы возьмем с вами начальную школу, блестяще, умно, продуманно, с пониманием психологии ребенка, очень здорово сделано. Всем этим мы обязаны эпохе Александра Второго и его супруги Марии. Кстати, снова отвлекусь, вам, наверное, будет интересно. У меня дети пошли в школу, школа имени Белинского, можете посмотреть в интернете, в центре Москвы. Обычная городская школа, очень старое здание. Школа имеет глубокие традиции и ведет свою историю от Мариинской женской гимназии, которая там находилась. я бродил по коридорам на первом этаже, смотрю школьные стенгазеты, обычная женская гимназия. В ней работал преподаватель музыки, учил игре на фортепиано, сольфеджио, пению, наверное. Назвали его Сергей Рахманинов. Я задумался представить себе Вене, например. Там по легендам в этом месте один раз пил кофе молодой музыкант Вольфенхамадей Моцарт. Там и площадь Моцарта, и кафе Моцарт, естественно. И 15 Моцартштрассе вокруг, и 40 туристических агентов водят экскурсии, и, конечно, фирменные десерты Моцарт. Вот так они правильно относятся к промотированию собственной истории. А у нас, ну, подумаешь, Сергей Рахманинов, несколько лет работал учителем музыки. Хватит истин газеты. Эх, много чего у нас еще. пропаганде нашей истории недоделанного, но вот мы с вами как раз этим занимаемся. Не просто просвещением, а продвижением нашей с вами любимой истории. Двигаемся дальше. Университеты. Было семь университетов, при Александре Втором появляется восьмой, Новороссийский, в Одессе. Вскоре там были уже подготовлены все документы, при его сыне откроется еще один университет, которым мы гордимся, университет в Томске. Самое главное, новый университетский устав 1863 года восстанавливает отмененную Николаем университетскую автономию. И вот теперь все, как было изначально, и еще свободнее. Что это означает? Университет это собственный суд. Студент, совершивший какое-то правонарушение подлежал суду в университете. Смотрите фильм «Запах женщины» с Альпачино. Там ну некая такая американская пародия на студенческо-преподавательский суд в элитном американском колледже. А тогда все было по-настоящему, по-серьезному. Студенты-преподаватели не подсудны общему суду. То есть университет может просто не выдать студента полиции. Если сообщество университетское считает его невиновным. Суденты сами виноваты, потом стали активно записываться всякого рода бомбистские кружки и заниматься вот этой революционной галиматьей. Поэтому университетский суд со временем, увы, был отменен. Но представляете, какая идея? Свободная страна, университет. Судебная экстерриториальность. Невероятная вещь. Ректор, естественно, выбирается, профессора на своей должности выбираются, другими преподавателями числа наиболее авторитетных. Утверждение учебных планов, замещение вакансий на кафедрах, все регулирование внутриучебным процессом. Никакого тебе министерства. Этим всем занимаются университеты сами. Министерство только определяет общие правила, утверждает про ректоров и не вмешивается. В университетах работали лучшие ученые того времени. Менделеев, Бутлеров, Столетов, Сеченов, Тимирязев, Соловьев, Буслаев. Никогда, никогда после и по сей день не было такой свободы в университетском образовании, не было такой свободы студенчества и преподавателей, как по реформенной России Александра Второго. Что важно ученым, что мы сегодня не понимаем, когда говорим о развитии российской науки. Ученые это понимают прекрасно, что иногда не понимают блогеры и публицисты. Для ученых очень важно профессиональное общение, вовлечение в единую профессиональную среду. Поэтому очень важно подписываться на все журналы, все читать, ездить на симпозиумы и конференции, выхватывать новейшие достижения научной мысли. Общение профессиональное для ученого десятикратно ускоряет прогресс в науке. Это было понято Александром Вторым, это было понято его командой, поэтому тогда возникает огромное количество научных обществ. Русское математическое, русское химическое, русское техническое общество, кстати, русское историческое общество. Массово организуются разного рода всероссийские съезды, симпозиумы, ученых-естественного испытателей, ученых-врачей, археологов, юристов. Это просто было повседневностью. Российская наука вышла на самый передовой уровень науки мировой. Софья Ковалевская, первая в мире женщина-профессор математики, первая в России женщина-академика. Помним с вами, что вторая в России женщина-академика, это невестка графа Уварова, нашего героя предыдущих лекций. Она академик археологии. Работы Столетова, Лебедева, Яблочкова, Ладыина, Можайского, Жуковского, Циолковского, Менделеева, Сеченова, Мечникова, Павлова, экспедиция, организованная РГО, врачебная школа Пирогова-Склифосовского, великие историки школы Ключевского, Соловьева, Костомарова. Это все то, чем мы гордимся и по сей день, что лежит в основе российской и советской науки. К каждому из этих людей можно говорить часами. Может быть, когда-то я отважусь, я все-таки не узкий специалист в этих отраслях знания, но постараюсь по крайней мере сделать какие-то отдельные лекции о хотя бы некоторых из этих великих имен, которые я вам сейчас назвал. Очень коротко, реформа самоуправления. Появляются земства, учреждения, которые управляют землей, учреждения выборные, всесословные, которые обладают реальными рычагами управления в сельской территории и городским хозяйством. Реальными рычагами, потому что у них есть деньги. они выполняют определенные фискальные функции, производят так называемую раскладку части налогов, контроль за исполнением некоторых повинностей и получают себе значительную часть налоговых платежей, на которые могут открывать земские школы, земские больницы, содержать земских врачей, вообще сами понятия земский учитель, это гордое понятие. Я земский учитель, я земский врач, как Булгаков, Чехов. Это все родилось в результате реформ Александра Второго. Земские органы избирают, но там тоже все умно устроено. Ну, понимаете, что если дать равные избирательные права вчерашним крепостным крестьянам, дворянам и профессорам, горожанам, то ничего толком не получится. Числом победят крестьяне, а у них нет специальных знаний, образования, довольно узкий поначалу круг интересов. Поэтому избирательные лицензии, поэтому голос одного дворянина, не будем запоминать пропорции, неважно, приравнивается голосу двух горожан и десяти крестьян, потому что должны быть компетентные люди в земстве. И это было очень разумно. Такая же реформа проводится в городе, где городское самоуправление, городские думы со своим бюджетом, городской голова появляется современный мэр города. Эти городские думы помогают развитию городской инфраструктуры, появляются трамваи, конки, прокладываются дороги. Все за средства городских дум, потому что люди, которые живут в городе, хотят, чтобы этот город стал лучше. Мы во многом зависим с вами не от местного самоуправления сегодня, а от эффективности конкретных мэров, от их опыта, от их ума и от их пассионарности, самоотверженности. Москвичам везет с мэрами последнее время. Я, кстати, считаю, что и Лужков был прекрасным мэром, по крайней мере, точно первые 10, может быть, 15 лет. Потом глаз притирается, много обязательств, не каждый выдерживает. Но это очень пассионарный человек был, великолепной энергетики. Потом Москве второй раз повезло с мэром, потому что Собянин ко всем положительным качествам Лужкова добавил еще невероятную современность. когда я вижу, что происходит в Москве, мне все мне кажется, что Собянину лет 40, потому что он думает, как молодой, он все понимает, как работает система. А другим городам не везет. Ну и денег нет, как в Москве в бюджете. Реформа земская, реформа самоуправления гораздо в меньшей степени определяла успех городского хозяйства только личными качествами городского главы. Плохо работает, за этим стоит выборная городская дума, она его меняет. Плохо работают думские, их меняют. В условиях всеобщего избирательного права, как сейчас, которым мы очень гордимся, конечно, вот тут я совсем начну говорить недопустимые вещи, не исключая, что потом на телевидении их чик-чик-чик вырежут, но это такая моя личная точка зрения. Я историк, могу себе позволить, никак чинов не говорю. Так вот, в условиях всеобщего избирательного права как раз система эффективного местного самоуправления работает не очень хорошо. В условиях всеобщего избирательного права, как ни странно, оно более сочетается с централизованной властью мэра, потому что, когда один голос бездельника, бомжа, оболтуса и пьяницы приравнен голосу академика, крупного работодателя и эффективного предпринимателя, опытного военного, врача, учителя, человека ответственного, когда голос 18-летнего юнца, мало чего понимающего в жизни, приравнен один к одному голосу многодетного отца или многодетной матери, много чего знающего, точно желающего добра своим детям, думающего о будущем, такая система не работает эффективно. Именно поэтому Черчилль говорил, что для того, чтобы полностью разочароваться в свободном и равном избирательном праве, достаточно пятиминутной беседы со средним английским избирателем. Система про Александре Втором была другой. Там понимали все возможные минусы предоставления одномоментно всеобщих равных избирательных прав. Тем более, что народ-то был не образован. Поэтому была целая группа цензов, более жесткие возрастные цензы. Например, горожане голосовали не в 18 лет, только после достижения 25-летнего возраста. То есть моменты, когда они либо уже получили образование, либо отслужили в армии, уже что-то понимают, чего-то добились. Очень существенные были имущественные цензы. В Москве, например, при большом населении, где Мосгордума реально много чего решала, избирательным правом обладало лишь несколько процентов населения поначалу. Потому что если ты не собственник, если у тебя нет своего дома, жилья, квартиры, своего дела, ты пока что еще не ответственный гражданин. Станешь ответственным, получишь право голосовать и быть избранным. А пока учись, работай, ну, хотя бы в армии послужи. Судебная реформа. Лучшая из реформ Александра Второго. Самая безупречная и доведенная до конца. В России к суду относились не просто неуважительно, ехидно-иронически. Нашу систему правосудия прямо на страницах газет называли кривосудием. Вспомним Гоголя. Классическое отношение к судье. В России система судебных учреждений была разветвленная, запутанная, судопроизводство было закрытым, тайным сопровождалось чудовищной бумажной волокитой. При рассмотрении дел, естественно, всегда полный приоритет имел обвинение. Защитников не было. Николай I, человек системный, и, как мы понимаем с вами, очень-очень сильно не глупый, все это понимал, и как мог пытался эту систему хоть как-то благообразить. Он кодифицировал законодательство с помощью Спиранского. Появился единый перечень законов. Этого до Николая не было. Были введены начисленные жесткие регламенты к единообразию судебных документов. Например, полиция задерживает пьяного. И дальше она была обязана его четко классифицировать по специально разработанной шкале. Бесчувственные пьяные, растерзанные пьяные, не знаю, дикие, буйно пьяные, просто пьяные, веселые, почти трезвые, жаждущие опохмелиться. Дальше я уже в детали не погружался, очевидно, каждая из этих категорий предполагала какой-то отдельный вид возможного штрафа и наказания, но такого рода классификации справедливого суда над пьяным не добьешься. Как в известном анекдоте, когда сантехника вызывают чинить протечку, и он в конце концов говорит, знаете, друзья мои, всю систему менять надо. Александр понял к его чести, и команда Александра сумела убедить, а я в десятый раз повторю, что лучшим его качеством было умение слушать и менять свое мнение, услышав аргументы, он понял, что в судебном деле, конечно, если добиваться настоящей справедливости, надо менять систему. Разработчики реформы получили фактически карт-бланш. Цель была сформулирована императором кратко. Нам нужен суд скорый, правый, милостивый и равный для всех моих подданных. Суть реформы кратко. Два уровня суда, мировые и окружные. мировые суды рассматривают гражданские тяжбы, долги, кто кому там что-то не отдает, семейные споры, мелкие уголовные суда, воровство. Мировые суди, невозможно поверить себе сегодня, мировые суди избираются самими гражданами на определенный срок, мировыми судьями обязательно должны быть люди юридически опытные, с высшим образованием и высоким имущественным цензом. Например, на сельской территории он должен иметь участок не менее 400 гектаров собственности. А если в городе, то стоимость недвижимости это примерно в маленьком городе стоимость дома, а в большом городе, в столичном, стоимость хорошей элитной квартиры. Мировой судья должен быть экономически честным, не заинтересованным в каких-то мелких подачках. Это выборный судья. Мы вот сейчас восторгаемся, там, говорим, в Америке выборный шериф, выборный шериф начальник полицейского участка. У нас судьи были выборными мировые. И вот точно они глаза в глаза могли своим гражданам посмотреть, а как ты судишь? Как ты выносишь приговор? Крупные государственные дела бежали окружные суды. Окружные судьи назначались правительством. В высшей кассационной инстанции одной, без всякой личной запутанности, становился Сенат. Все императоры не знали, к чему прислонить Сенат. Орган большой, важный, люди там опытные. Никто не знал, чем их задача, чтобы они были все время заняты. Александр решил кардинальный вопрос. Сенат, который со времен Петра, чем только не занимался. И сенаторы всегда были максимально заслуженными людьми, но всегда без дела. Сенат стал одновременно верховным, арбитражным и кассационным судом. Сенаторы со своими помощниками были загружены по полной программе, и уж подкупить сенатор это дело совсем безнадежное. Появились присяжные заседатели. Присяжные выносили вердикт о виновности. Если голоса присяжных разделились поровну, дело решалось в пользу подсудимого. Появился в России новый институт адвокатуры. Русские адвокаты той эпохи это великие ораторы, великие законники и вообще невероятно популярные фигуры. Все молодые люди, которые хотели учиться на адвокатов, потому что адвокат это модно, доходно, престижно, он вообще властитель дум. Поэтому адвокатом хочет стать мальчик Володя Ульянов Ленин, адвокатом хочет стать мальчик Херенский Саша и многие другие. Судебная реформа была настолько образцовой, что Соединенные Штаты направили к нам специальную сенатскую комиссию по судебным делам, которая на протяжении длительного времени изучала успешный российский опыт проведения судебной реформы. И современная вся американская судебная система, которой по праву, признаемся, по праву гордятся американцы, выстроена по прямому образцу русской судебной системы Александра Второго. Несколько слов о так называемой Конституции Александра. Здесь придется развеять некоторые мифы. Были ли конституционные проекты, готов ли был Александр поделиться властью, и правда ли, что 1 марта 1881 года, в день, когда Александр был убит, взорван террористами, в этот день он собирался подписать Конституцию. Начну с того, что ничего против появления каких-то законосовещательных органов при императоре, а тогда еще не говорили о парламенте как законодательном органе, говорили о появлении выборных законосовещательных органов, ничего против этого Александр не имел. Он был прогрессивным человеком, и он был настолько уверен в собственной власти и в собственном праве, что такого рода новые предпорядки, парламента его не смущали. Он думал, что это будет нечто типа Земского собора, как было при его предках, или уложенной комиссии, как пыталась организовать его прабабка Екатерина. Планов было много. После начала земской реформы чуть не появились по образцу земств и городских дум такие же думы на, как бы сейчас сказали, федеральном, но вообще имперском уровне. И брат Константин Николаевич такие проекты разрабатывал. Но начались террористы, выстрел в Летнем саду Каракозова. Все это заморозило реформы. Тем не менее, идеи Конституции, идеи появления предпарламента продолжали будоражить общество. Наиболее понятный и принятый Александром проект был сформулирован новым царским любимцем, и действительно умнейшим человеком, министром внутренних дел Лорисом Меликовым. Тогда МВД это грандиозная структура, это главное министерство в правительстве. Фактически Лорис Меликов первый министр. Лорис Меликов предложил не копировать европейский парламент, потому что уже к тому времени было понятно, что система это работать в России не будет, у нее очень много отрицательных сторон, идти надо постепенно, и может быть не в этом направлении. Поэтому Лорис Меликов предложил от имени министерства законопроект очень умеренные, но выглядящие вполне либеральные. Создание законосовещательных органов. Как и все, чем занимался Лорис Меликов, проект двигался очень быстро. В январе 81-го года он впервые рассказал об этом императору и получил устное добро, продолжай. Потом быстро провел все необходимые согласования, и 1 марта, в день убийства Александра направил проект императорского указа на последнюю визу Совет Министров. То есть никакой конституции не было. Был проект императорского указа о создании законосовещательных органов при государе-императоре. Откуда появилась фраза конституция? Дело в том, что Александр прекрасно понимал общую тенденцию, и он своим сыновьям говорил, вы знаете, вот мне кажется, что мы движемся в направлении конституции. Отсюда и родился миф, что была какая-то конституция Лорис Меликова. Нет. Нет. Но если бы Александр остался жив, он же был по нынешним меркам совсем молодой человек, 60 с небольшим лет, крепкого здоровья, молодая жена, дети. Если бы он остался жив и правил еще хотя бы лет 10, наверное, в направлении конституции мы бы двигались, наверное, бы конституции подошли, а вот дальше, а дальше не знаю. Дальше мы начинаем заниматься не историей как наука, а историей как искусством, а историей сослагательных наклонений не понимает. Дальше могло произойти по-любому. Мы могли мирно, спокойно трансформироваться в некую вариацию, конечно, с большей самодержавной властью, но в некую вариацию британской монархии, не было никакой революции, не было бы гражданской войны, не было бы террора, коллективизации, все бы реформировалось постепенно само, уже тогда, в конце 19 века, а могли бы и наоборот раскачать страну, и то, что произошло в 17-м году, произошло бы раньше, империя бы посыпалась, произошло бы то, о чем предупреждали правые, победоносцев, то, чего так боялся Александр III, того, что реформы идут слишком быстро, народ к ним не готов, мы этого не знаем, мы знаем лишь то, что никогда до и, наверное, никогда после, никаким из российских правителей одномоментно, быстро и последовательно не было проведено такое количество эффективных реформ, это говорит о том, что наша страна генетически, внутренне, умеет меняться, имея для этого волю и знания, и необходимо просто к этому стремиться, необходимо просто принять решение в нужный момент, и никогда не надо пытаться перепрыгнуть из понедельника в среду, тогда мы неизбежно откатимся обратно в воскресенье, и станет много хуже, вся наша история это подтверждает. 1 апреля 2023 года исполнилось 150 лет со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. В 2014 году Министерством культуры России открыт новый комплекс Московской филармонии. Главный концертный зал комплекса назван именем Рахманинова. В 2017 году Российское военно-историческое общество в Рахманиновском музее-заповеднике Ивановка, Тамбовская область, установило памятник композитору и помогло модернизировать музей. В 2023 году учрежден международный конкурс имени Рахманинова. Его художественным руководителем стал Денис Мацуев. В этом году впервые готовится к изданию полное собрание сочинений Рахманинова в 50 томах. Попытки Министерства культуры в 2014 году организовать перезахранение праха Сергея Рахманинова в России натолкнулись на категорический отказ американских властей. В нашем сознании совершенно неправильно трактуется образ Александра Второго как такого государя либерала. освободитель почему-то обязательно демократ. Освободитель почему-то непременно как либерально европейско-про-западной ориентации. Все это совершеннейшая неправда. Александр Второй по своим убеждениям был глубочайшим консерватором. На реформу шел не для того, чтобы дать абстрактную свободу, чтобы укрепить государство, укрепить империю. Время его правления, время максимальной внешнеполитической военной славы Российской империи. В это время Российская империя достигла самых больших своих территориальных масштабов до того момента, пока мы не продали Аляску. Александр Второй правил страной как никогда ни до, ни после огромной по территории. Просоединение Средней Азии произошло при Александре Втором. Ну правда в некоторых справочниках конечной даты называют чуть более поздний год 1885-й, но на самом деле тогда уже при его сыне к России присоединился маленький последний кусочек среднеазиатской территории. А так страна, раскинувшаяся на трех континентах Европе, Азии, Америки, максимально многоконфессиональная, потому что помимо православных у нас в большом количестве жили католики, протестанты, мусульмане, буддисты, старообрядцы, иудеи. Таких примеров история не знала. При всем уважении к Соединенным Штатам там не было такого примера многоконфессиональности и многонациональности, как в Российской империи. 150, 200, 250 различных этносов, народности. Это как считать? Сделают небольшое отступление, чтобы мы с вами понимали. Нынешняя площадь самого большого государства на планете России 17 миллионов квадратных километров. Запомним эту цифру. Площадь Советского Союза 22,5 миллиона квадратных километров, это после победного 45-го года. За мгновение 91-го года Россия потеряла не только множество развитых республик союзных, заселенных близкими нам народами и 5,5 миллионов квадратных километров обжитой территории, а это упрощенно 10 Франции. Площадь Российской империи при Александре II еще больше, 24 миллиона квадратных километров. Некоторые историки считают, что на определенных этапах чуть больше была империя британская и чуть больше была империя монгольская времен Чингисхана. С монголами это вообще довольно глупо сравнивать, потому что, если даже мы возьмем пик монгольской империи, 1242 год, когда они дошли до Адриатического моря, мы увидим, что эта империя никогда не управлялась как единое государство, она практически сразу же впала в династическую смуту и разделилась на части. Она состояла из какого-то набора неосвоенных территорий, которые имели различный международно-правовой, выражаясь современным языком, статус, и в этом отношении это не было единым государством. То же самое с империей британской. Даже на пике своего могущества британская империя это сложно-составное государство, такая матрешка, из территории с разным правовым статусом, доминионы, колонии, протектораты, подмандатные территории, то есть ничего общего с единым, монолитным, практически унитарным имперским устройством в России не было. Россия представляла совершенно особый тип империи. В отличие Евроимперии, где была метрополия, как правило, очень небольшая, собственно, Британия, а далее колонии в разном статусе. Россию нельзя загнать в это прокрустово ложе шаблонов. У нас не было как таковых колониальных территорий. Система управления была с определенными приятными для поляков и финнов оговорками единой. Мы, в общем, совсем не империя в классическом европейском смысле того слова. Мы, скорее всего, имперское государство цивилизации. Для управления такой страной тире цивилизацией, конечно, требовалось особое искусство. Нужно было сочетать установление общеимперских стандартов с индивидуальным подходом. С подходом специфическим к отдельным проблемным территориям. Ну и в целом получалось. В отдельных случаях, конечно, не без сложности. Такая огромная территория, такая разнообразная, нуждалась в талантливом правителе. По-простому это не работало. И по сей день у нас примерно 150 этносов. И как бы мы не скукожились в размерах по сравнению с временами Александра Второго или по сравнению с временами Союза Советских Социалистических Республик, мы все равно одна седьмая часть суши. В военном смысле это было последнее время романтических побед. Война это всегда грязь, кровь, ужасы, страдания. Но все-таки тогда еще не было пулеметов. Пулемет это между прочим оружие массового поражения в категориях конца 19-го и начала 20-го века. Тогда еще никому не приходило в голову использовать на войне отравляющие газы. Тогда еще не было тотальной окопной войны, которую мы увидим в 14-15-м годах следующего века. Тогда еще не было концентрационных лагерей, которыми нас порадуют британские колонизаторы Южной Африки, чей опыт так успешно будет развит в Европе от поляков в начале 20-х и до фашистской Германии. Тогда войны носили некий оттенок благородства. Тогда командир мог позволить себе появиться на белом коне, в белом мундире, прямо под пулями передовой, иметь шанс остаться живым, как наш белый генерал, прославленный Скобелев, последний романтик из великих полководцев Российской империи. Поговорим, как реализовывалась имперская политика России. наибольшие проблемы всегда вызывала Польша. Она и сама по себе бурлила, никогда не успокаивалась, а тут добавился еще и внешнеполитический аспект. В Европе осело огромное количество польских иммигрантов, недружественных государствах, очень любили Париж. Много богатых поляков там обосновалось, они финансировали польскую оппозицию, они финансировали польских повстанцев, они даже давали деньги на организацию побега и ссылки заключенных и ссыльных находящихся в Сибири после восстания 1830 года и после волнения 1848 ну а тут еще и долгожданная либерализация. Повшествие на престол Александр II освобождает из ссылки не только декабристов и петрашевцев, их немного, он освобождает огромное количество польских ссыльных, почти 9000 человек. И эти ссыльные, как тут не провести аналогию с хрущевским освобождением бандеровцев, моментально являют собой костяк опытных, подготовленных и очень сильно недовольных царским режимом польских оппозиционеров. Я не буду здесь рассказывать о польском восстании 1863-64 годов, мы отдельно подробно говорили об этом во время рассказа о графе Муравьеве в Веленском, отмечу лишь несколько интересных моментов. Во-первых, было ли в Польше на тот момент крепостное право? Формально не было. Наполеон, крестьян герцога Варшавского освободил в 1807 году. Но освобождение было неполным, только личным. Поскольку вся земля была в собственности шляхты, то крестьяне продолжали работать в том же формате, отрабатывать барщину, платить большой оброк, права выкупить землю не было, делиться землей никто не собирался. Поэтому повстанцы, чтобы привлечь крестьян на свою сторону, объявили два нехитрых лозунга «Землю крестьянам, деньги шляхте». В случае победы над проклятым царизмом, крестьяне всю землю получат бесплатно, а помещики получат за эту землю по максимально выгодной цене все деньги. Ну, откуда брать деньги, они не дотеррализировали, но шляхта обрадовалась, крестьянство тоже обрадовалось, хотя, к счастью, не особо поверило. В итоге крестьян, которых было среди населения сильно больше 90%, среди повстанцев было не более одной пятой. То есть восстание носило по большому счету элитно-дворянский характер. Главным образом недовольными были горожане, интеллигенция, студенчество и, собственно, польское шляхетство. В конце концов, произошло нормальное освобождение крестьян уже по российской модели с правом выкупа земли. Что было еще интересного? А. Радикальные группировки, которые готовили это вооруженное выступление, были совершеннейшим образом оформлены и организованы. Восстания стихийным не было. Был Центральный комитет и был Исполком. Вот любят все повстанцы-террористы, у нас обязательно ЦК и Исполком. Б. Тогда появилось понятие тройки. Три человека, один только знает кого-то из членов следующей тройки. Очень тяжело было по ниточке раскручивать всю организацию. В. Центральная власть хотела поначалу по-хорошему, объявила своего рода либерализацию. Был восстановлен упраздненный после восстания 1830 года госсовет. Вся гражданская администрация была руководима польским дворянством. Эти мягкие, как их называли белые польские руководители старались добиться определенных свобод в рамках закона. Но, как это обычно бывает, хотели как лучше, а получилось как всегда. Как только официальная польская администрация решила как-то поприжать радикалов хитрым, как им казалось, способом объявить неожиданный рекрутский набор и чисто случайно призвать максимальное число революционно настроенных молодых людей. Служить в армии революционная молодежь не хотела. И это стало, собственно, триггером для начала вооруженного выступления. Хитрость не удалась. Г. Носило ли восстание характер национальный? Нет. Пытались поднять и Литву, пытались поднять территории современной Белоруссии, правобережной Малороссии и даже скоординировать действия с русским революционным движением с землей и волей и поднять восстание в Поволжье. Могла бы получиться драма похлеще Пугачевщины. Это не была регулярная армия, это были такие лесные братья. Зачастую днем они выглядели мирными гражданами. Потом наносили удары по гарнизонам, помещичьим усадьбам, лояльным царскому руководству, сжигали православные храмы. Общее число повстанцев тысяч пятьдесят человек. Общее число ссыльных и приговоренных к разного рода наказаниям порядка тридцати восьми тысяч. Почти поголовно все католики. Как ни странно, старобряться, их много очень было в северо-западном крае, не поддержали восстание, православные тоже восстание не поддерживали. Очень эффективно с восставшими боролись рублем. Помимо каких-то уголовных наказаний, секвестр, конфискация имени у шляхты. Это заставляло сразу же задуматься. Царский режим был милосердным, декабристов отправляли в ссылку, а вся собственность за семьей сохранялась. Герцен, были попытки отобрать у него имение, и то неудачный, но с поляками поступали жестко. Ссыльный участник восстания имение конфискуется в казну, земля раздается крестьянам. Поэтому главным результатом польского восстания стало то, что жизнь к христианам существенно улучшилась. Реформа там проводилась на лучших условиях, чем в центральной России. Они получили существенно больше земли за счет конфискации имени восставших и более справедливого перераспределения земельных наделов. Ну и неудивительно, что портрет графа Муравьева-Велянского очень часто вырезанный из журнала либо из газеты в аккуратненькой рамочке, висел в крестьянском доме в северо-западном крае, где-нибудь прямо рядом с иконами. Вещь совершенно невозможная, где бы то ни было еще. В Финляндии. Здесь все с точностью да наоборот. Фины жили, как у Христа за пазухой. Напомню, что до вхождения Финляндии в состав Российской империи никогда своего государства у финского народа не было. Это всегда была территория занятая шведами. И только при Александре Втором Великое княжество финляндское обретает черты почти суверенного государства. В сентябре 1863 года император лично открывает финский сейм. У них уже был парламент. Речь на французском языке. Почему на французском? Из вежливости. Все депутаты парламентарии люди образованные, французские знают, поэтому по-французски. Александр говорит следующее. Вам, представителям Великого княжества, достоинством, спокойствием и умеренностью ваших прений предстоит доказать, что в руках народа мудрого, комплимент авансам финнам, в руках народа мудрого либеральные учреждения делаются гарантией порядка и безопасности. То есть вы всегда вели себе достойно, мы даем вам больше свобод и надеемся, что порядка от этого станет не меньше, а еще больше. Помните, как учил Жуковский будущего Александра Второго? Запомни, Саша, свобода и порядок это одно и то же. Последовали реформы, распоряжение о введении финского языка в официальное дело производства, то есть фактически финский становится вторым государственным языком на территории Финляндии наравне с русским. Я напомню, что до этого финский язык вообще никогда не признавался, ни один швед финский в принципе не учил. Далее, финская марка отвязывается от рубля и становится по сути самостоятельной валютой. Издается так называемый Сеймовый устав. Фактически это конституция Финляндии. И, наконец, Сейм принимает закон о воинской повинности, согласно которому финны служат в финской армии. Ну, армия это громко сказано, это были части самообороны, вооруженной милиции. Но принцип не служить и не платить реализовывался на 100%. В русской армии финны не служат, но если только добровольцы. И все налоги, которые собираются на территории Финляндии, идут только на внутрифинские нужды. Идеальная история. Кавказ. Наконец-то завершилась длительная Кавказская война. 50 лет эта территория была вечной головной болью. не надо думать о том, что противостояние многолетнее на Кавказе это исключительно русская проблема. Нет. Кто только не пытался покорить Кавказ. И турки, и персы. У персов даже такая пословица есть народная. Что делает шах, когда он сойдет с ума? Он решится идти воевать на Кавказ. Этой пословице много сотен лет. Кавказ никому покорить не удавалось. это объясняется и географией, и рельефом, и, конечно, очень вольнолюбивым, сложным населением. Огромное количество национальности, огромное количество языков, но при всем при этом каждый из них в глубине души не готов никому подчиняться. Для России Кавказ стал по сути тем, чем стал для Британской империи и Афганистан. Тут я, конечно, не провожу прямого сравнения. На Кавказе было хуже. У местных народов значительно выше общекультурный уровень, значительно глубже традиции, значительно выше грамотность и значительно выше уровень боевого искусства. Поэтому воевать нам на Кавказе было намного тяжелее, чем англичанам в Афганистане. Вот англичане сколько десятилетий не пытались, так Афганистан и не покорили. Россия договорилась с мятежными кавказскими народами и с кавказскими элитами и Кавказ замирила. Это замирение произошло в годы правления Александра II благодаря его тонкой политике. Кстати, посмотрите, кто не видел неплохой фильм Аманат про сына Шамиля, который воспитывался в Петербурге, потом вернулся на Кавказ. Настроение, царившее среди горцев, показано довольно точно. Собственно, фильм снимали сами кавказцы, они делали это с любовью и с пониманием своей истории. В 1859 году в ауле Гуниб Шамиль был пленен и по распоряжению Александра II к пленному отнеслись не как к пленному, отнеслись как к главе иностранного государства. В процессе доставки в центральную Россию непременно банкеты, осмотр достопримечательности. По пути к новому месту жительства, которым была определена Калуга, Александр II лично встретился с Шамилем близ Харькова, где в честь его был дан не просто обед, но и военный парад. Содержание Шамиля, хотя многие говорят Шамиля, мне кажется, тут оба варианта возможны, брала на себя правительство России. Александр II разрешил взять более 20 человек ему с собой. Конечно, в этом был тонкий политический расчет. Было несложно его застрелить или потом судить, но Александр прекрасно понимал, что смерть Шамиля в бою или, не дай бог, на Эшафоте превращала имама в священный для горцев символ. Высылка его за границу тоже могла бы сделать его символом потенциальной опасности. Была найдена золотая середина, ему разрешали фактически жить свободно, достойно, в достатке, но как бы под присмотром. Позже Шамиля совершал хадж в Мекку, уже в преклонных годах по дороге умер и похоронен в Медине. есть много интересных высказываний Шамиля по поводу России, подобно тому, как на небе есть одно солнце, так и в империи должен быть один государь, и государь этот Александр. Но я нашел одну фразу его, подтвержденную многими источниками перекрестными, это действительно говорит о том, что в преклонных годах старик Шамиль обрел и мудрость, и терпение, ну и, наверное, умение говорить красиво в нем было всегда, все-таки это был харизматичный лидер. Вот что он сказал на свадьбе цесаревича Александра Александровича, будущего Александра III. Старый Шамиль жалеет, что не может родиться еще раз и посвятить свою жизнь служению русскому царю. Еврейский вопрос. Вы знаете, еврейский вопрос решался. Когда правил Александр, значительная часть евреев получила право беспрепятственно расселяться на территории России. Подчеркну еще раз, неправильно говорить евреи. Национальность никого не интересовала, мы говорим о лицах иудейского вероисповедания. Так вот, иудеи-купцы, иудеи-ремесленники, иудеи-врачи, иудеи-юристы, иудеи-закончившие университет, их семьи, обслуживающий персонал, слуги, а также иудеи свободных профессий могли селиться где хотят и заниматься чем хотят. В 1780 году было официально разрешено ставить на жительство вне черты оседлости всех иудеев, которые поселились незаконно. Скорее всего, проживи Александр еще несколько лет, мы бы забыли об этой устаревшей и оскорбительной мере ограничения по религиозному признаку и не пошли бы евреи в таком количестве в революционные организации. К сожалению, Александр Третий свернул эту политику, это, конечно, было ошибкой. Внешняя политика она как бы в тени внутренних реформ, а это несправедливо. Успехи были настолько колоссальными, что их можно сравнить только с успехами времен Екатерины II, а может быть даже и большие, по крайней мере, в части территориальных приобретений. Начнем с унизительного парижского мира, подписанного по итогам Крымской войны. Условия были не столько тяжелыми, сколько казались нам оскорбительными. Необходимость поступить со своей территории, лишиться возможности содержать военный флот либо военные базы в Черном море, снять любые ограничения на внешнюю торговлю. Все это казалось нам невероятно унизительным. Одним из самых неприятных стало формирование коалиции против России, Франции, Англии, Швеции и Османской империи. Политика Александра была простая. Ну хорошо, если вы все против меня, мы договоримся с вашими прямыми конкурентами. Мы сделали ставку на поддержку Пруссии. Пруссия в этот момент энергично расширялась, объединяла германские земли. А затем, что последовало? Франко-прусская война, Седан, плен Наполеона III, полный разброд, шатание во Франции, Парижская коммуна, кровавый карлик Тьерр, это я не страшно выражаюсь, это я просто цитирую Карла Маркса. Франция статус великой европейской державы теряет. Настал тот момент, когда можно выбить слабое звено из цепи союзников и восстановить статус-кво. 19 октября 1770 года князь Горчаков, министр иностранных дел, направляет российским послам циркуляр, в котором говорится, что Петербург не считает себя более связанным обязательствами, ограничивающими права страны на Черном море. Этот циркуляр вызвал большой шум в европейских столицах. Но, вопреки всем опасениям, Вомян был выбран удачно, и все ограничилось войной на бумаге. Пошумели, пошумели, и все. Царило искреннее ликование. Дело в масштабе национальной обиды, поэтому отказ от всех связывающих Россию обязательств воспринимался... Вот представьте, что Россия отказалась от Беловеческих соглашений. Представить это, конечно, невозможно, это фантастика, но национальный подъем был вот таким. Поэт и дипломат Федор Тючев писал, Это была победа, но это далеко не все. Первое. Именно в царствование Александра Второго к Российской империи присоединяется Бухарский Эмират, Коканское и Хивинское ханство. Наши войска выходят к Памиру. Это означает, что вся Средняя Азия, Туркестан, как говорили тогда, становится российским. Второе. В результате политики Александра плодов усили еще одного нашего, надеюсь, будущего героя, Николая Муравьева-Амурского, к нам официально присоединяются громадные территории на Дальнем Востоке. Происход это вообще без войны. Серии удачных переговоров и правильно подписанных и сформулированных мирных трактатов. Мы получаем территории современного Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области. И все при море в 1860 году в бухту Золотой Рог прибыло воинское подразделение для основания военного поста с многозначительным названием Владивосток. В сети в интернете разгоняются всякие байки, что некий китайский генерал подмахнул договор не читая, потому что Муравьев перед этим сильно напоил страшной русской водкой. Это полная гриматья. Договор был для Китая выгоден, потому что таким образом Китай фиксировал границу на севере, получал союзника, он не отказывался от территории, отказывался от спорных территорий, претензий на которых он все равно никогда не смог бы реализовать. И это был действительно договор мирный, который обеспечил длительное мирное существование между Россией и Китаем. Абсолютно взаимовыгодный договор. А говорить о том, что Муравьев напоил какого-то китайского генерала, может только тот человек, который никогда не пил с китайцами. Далее. Были предприняты усилия по установлению торговых и дипломатических отношений с Японией. Проведено четкое разграничение границы. Суть в следующем. Мы отдали японцам Курильские острова в обмен на переход в полное владение России Сахалина. Дело в том, что на тот момент Сахалин находился в непонятном статусе совместного владения. По стыдам военные стояли наши, но мы разрешали японцам свободно селиться, заниматься бизнесом, торговлей. Японцы предпочитали разделить что мое, то мое, что ваше, то ваше. Мы на этот размен пошли. Тогда это казалось абсолютно естественным, но, как показало практикам, не надо было отказываться от Курильских островов. Тот трактат дает возможность говорить, что по крайней мере часть Курильских островов, на нее Япония имеет какие-то исторические права. Это была небольшая, но долгоиграющая дипломатическая ошибка правительства Александра. А вот вторая его ошибка, к сожалению, наверное, окончательная, была уже большой. Хотя тоже казалось на тот момент, что решение очевидное, коммерчески выгодное и даже стратегически правильное. Это было решение продать Аляску. Почему коммерчески выгодное? Потому что не за бесплатно, а за большие по тем временам деньги была установлена цена для переговоров в 5 миллионов рублей золотом. В итоге сторговались 7 миллионов 200 тысяч долларов золотом. Почему стратегически выгодно? Потому что там британский флот мощный, Камчатку мы еле-еле защитили во время Крымской войны. И даже замечательный патриот наш, которого трудно заподозрить в отсутствие ума и дальновидности, собственно, Муравьев Амурский, он тоже рекомендовал продать Аляску. Мы не сможем ее защитить, лучше мы ее продадим американцам, нашим союзникам, чем ее просто захватят англичане, и мы получим у себя под боком на Дальнем Востоке кусок ощетинившейся пушками Британии. Почему выгодно оказалось нам? Потому что земля абсолютно беспреспективная. Мы и померить ее толком не могли, она ведь совершенно не заселена. На тот момент на Аляске жило в подведомственности русско-американской компании две с половиной тысячи граждан, которых можно было отнести к числу наших прямых подданных всего лишь. Это русские, креолы, результат смешанных браков, ну и какие-то иностранцы, те же англичане, американцы. Но еще, наверное, тысяч десять индейцев, по крайней мере, знали, где они живут, и они были подданными России. Где-то там в глубине неизведанных территориях жили еще какие-то индейские племена, но мы их не знали ни число, ни количество, ну и в общем-то они жили сами по себе. Поэтому жить-то некому. Земля большая, холодная, бесперспективная и пустая. Лучше от нее избавиться. Решение такое долго обсуждалось, американцы не очень хотели. Сенатская комиссия по международным делам рекомендовала эту сделку не заключать. Президент Соединенных Штатов сделку подписал, сенату в конце концов одобрил. Часть денег осталась США. Предполагается, что она как раз пошла на подкуп несговорчивых сенаторов, которые в конце концов, несмотря на рекомендацию комиссии, проголосовали за покупку Аляски, то есть такой откат. Ну а остальные деньги поступили в бюджет Российской империи. Есть на этот счет соответствующая запись. Я прочитаю из архивов. За уступление североамериканским штатам российских владений в Северной Америке поступило отозначенных штатов 11 миллионов 362 481 рубль 94 копейки. Израсходовано за границей на покупку принадлежности для железных дорог Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанско и других 10 миллионов 972 238 рублей 4 копейки. Остальные 390 243 90 копеек поступили наличными деньгами. В общем, была Аляска. Получили мы в итоге принадлежности для Рязанской, Курско-Киевской железной дороги. Где сейчас эти 7 миллионов долларов? Где эти принадлежности для Рязанской дороги? Сколько это стоит? Пыль. Ничто. А спустя буквально несколько лет на Аляске откроют колоссальные запасы золота. В сотни тысяч раз превосходящие стоимость сделки. А спустя еще какое-то время на Аляске откроют колоссальные запасы нефти. В десятки тысяч раз превосходящие эту сумму. Сколько территория огромная, малоисследованная, то мы еще не знаем сколько всего важного, ценного и бесценного откроют только не мы теперь, а американцы на Аляске. Мораль. Мораль такая. Землю надо покупать. Вы знаете, в свое время наши дальние предки поступили очень грамотно, когда у Речи Посполитой еще в допетровские времена купили город Киев вечное владение. Польские послы, приехавшие тогда в Москву, пытались получить за Киев 800 тысяч рублей. Цена определялась в золотых, то есть в золотых. Это было 800 тысяч рублей. Торговались долго, несколько месяцев. Поляки психовали, уже собирали вещи, паковали чемоданы, сундуки, уже к дверям мы их назад. В итоге торговались на 146 тысяч рублей серебром, это было примерно 7 тонн, то есть можно сказать со скидкой в 70% мы на вечные времена у Польши Киев приобрели. Это было хорошее приобретение. Про эти 7 тонн серебром уже и забыли давно. Это когда-то казалось много, 10% бюджета московского царства годового. Сейчас что? Пыль. Есть замечательный американский сериал, в Америке его не сильно хвалят, потому что он страшно не политкорректный, но тем не менее очень популярен, особенно в кабельных сетях, где смотрят по названию национального парка американского в штате Монтана. Кто не видел, посмотрите. Все это крутится вокруг судьбы огромного земляного владения неких фермеров. Главного фермера гениально играет наш любимый американский актер Кевин Костнер. Когда пытаются его подначить японские туристы, нехорошо, когда у тебя так много земли, надо делиться. Он выражает суть американской философии. Вы знаете, это не Япония, это Америка. У нас в Америке землей не делятся. Ну, или как говорил его единомышленник, отец нашего героя Александра Второго Николай Павлович, там, где единожды поднят русский флаг, он спускаться не должен. К сожалению, его сын Александр здесь совершил большую политическую ошибку. То, что нам кажется очевидным сегодня, далеко не всегда бывает верным, если рассматривать это в перспективе. Балканы. Здесь началась большая война. Вообще, российское влияние на Балканах при Александре росло до такой степени, что дочь его брата Константина Николаевича, главного реформатора Ольга, была обвенчана с королем Греции. Спустя какое-то время супруг ее умрет, и она даже станет королевой регеншей Греции. Вообще замечательная женщина. Мы военно-историческое общество установили памятник королеве Ольге Греции, пусть помнят и знают. Кризис в отношениях с Османской империей нарастал стремительно. И вот то, что происходило тогда на Балканах, в какой-то степени можно сравнить с тем, что происходило с 14-го по 22-й год на Донбассе. Оговорюсь в какой-то степени. Началось национально-освободительное движение. Часть территории вышла из-под контроля Константинополя. Добровольческие отряды, повстанцы в Сербии, в Боснии и Ерцеговине, отчасти в Болгарии сражаются с Османами. Все им симпатизируют. Причем это противостояние носит не только национальный, но и религиозный характер, потому что повстанцы все православные, а османы мусульмане. Наши воюют на стороне повстанцев, но только добровольцы. Многие офицеры императорской армии выходили в отставку и с правом ношения мундира десятками, сотнями отправлялись на промышь братьям-славянам. Но все равно их было мало. Все равно Османская империя хорошая армия давит, окружают, и вот повстанцы полностью блокированы и фактически на грани тотального уничтожения вместе с сотнями наших добровольцев. В конце концов, в 1877 году Россия говорит, нет, мы не можем бросить наших братьев, сербов, болгаров и так далее, и объявляет Османской империи войну. Цель свобода православных, защита от турецкого владычества. Русская армия наносит несколько жесточайших поражений армии турецкой и выходит к Константинополю. Скобелев рассматривал Святую Софию в подзорную трубу. Не решились, остановились, испугались, что сейчас впишется Англия, Франция, начнется Вторая Крымская война, отступили. А может быть зря. Мир подписали хороший, Сан-Стефанский мирный договор, по которому Россия возвращалась юг Бессарабии, возвращалась, ну или присоединялся, правильно сказать, Карс, который мы уступили по итогам Крымской войны, обменяли на Севастополь. Мы получили Батум, Ардоган, была прозлашена государственность Болгарии, независимость Сербии, Черногории, Румынии православной, но снова внешнеполитическая ошибка. По итогам победоносной войны мы получили сначала вроде бы хороший мирный договор, потом условия ухудшились на Международном Конгрессе под давлением европейских стран. Именно тогда родилось известное выражение, что русские умеют выигрывать войны, но проигрывают мир. А потом произошло самое неприятное. Мы освободили славян и ушли с этих земель, не оставив ни наших военных баз, ни какой-нибудь небольшой группы советских войск в Сербии, ни группы имперских войск в Болгарии, не оставили наших агентов влияния, не оставили наших НКО, я так все перевожу на современный язык, не расставили лояльных нам людей на всех должностях. Мы понадеялись, что благодарность славянских народов и их правительств останется в веках, в поколениях, но Запад работал. Постепенно пророссийские министры были сняты с должностей, заменены на прозападных и результатом всего этого стало следующее. Территории, которые не были присоединены на правах того же Великого Кляжества Финляндского, например, Российской империи, там был бы мир, покой и счастье, эти территории со временем стали совершенно враждебными Российской империи. Болгария дважды предаст Россию. Сначала в годы Первой мировой войны, став союзником Германии, потом в годы Второй мировой войны. Румыния, по сути, предаст Россию, став союзником Германии в самые тяжелые моменты, забыв, кому она обязана, не то чтобы независимостью, своим созданием. Что происходит сегодня в Молдавии, мы прекрасно видим. Черногорию, ну куда уж ближе, там говоришь по-русски, тебя все понимают. Прекрасная, красивая, замечательная страна, доброжелательные люди, православная церковь. Множество межгосударственных браков с черногорской княжеской семьей. Сегодня Черногория, НАТО, все. Держатся последними сербы, великий народ, стойкий, сильный народ. Но как долго они еще продержатся в окружении, будучи отрезанными от моря, лишившись большей части своих исторических земель мораль. Полив что-то кровью, освободив своих родных, не оставляйте их, потому что придут другие к власти и все переменится с точностью до наоборот. Ну и конечно, все это победоносное шествие русского оружия на восток, на юг, на Балканы было бы невозможным без качественного перевооружения русской армии, без появления нарезной артиллерии и вот такого замечательного нарезного оружия. Тяжелое, 5 килограмм. Это винтовка Крынка. Вопреки разного рода мифам, именно эта винтовка, а отнюдь не берданка американская, была главным нашим оружием 1877-1878 годов. Именно Крынка была нашим главным оружием во время покорения Туркестана и Средней Азии и вообще была на вооружении наших частей вплоть до Мосинки. Чем отличается Крынка качественно от оружия времен Крымской войны? Крымская война оружие гладкоствольное заряжается в основном со ствола один выстрел в минуту. Ну, если очень бодрый солдат подготовлены два выстрела в минуту, ну, это максимум. Это оружие заряжается уже цельным патроном с казенной части и уже хорошо подготовленный солдат делает ну, восемь выстрелов в минуту вполне. То есть, очень скорострельное оружие. Надежное, точное оружие победы, как калашников. Скажем спасибо чашескому изобретателю и генералу фельдмаршалу военному министру Милютину, который организовал перевооружение армии. Эта винтовка была очень дешевой в производстве. Не только в силу своей массовости, вы не поверите, но почти миллион таких винтовок стоял на вооружении нашей армии. Дело в том, что вот это все могли убрать от старой винтовки. Тут самое главное казенная часть. Ее переделывали из старых образцов и, соответственно, в производстве она была довольно дешевой. Ну, а если вам интересно, какого веса была пуля, почти 30 грамм. Это целый маленький снаряд. Я вообще про огнестрельное оружие рассказывать не люблю, потому что оно нечестное. Слабый может легко поразить сильного. Настоящее честное оружие вот оно. Но поскольку война чем дальше, тем дело более бесчестное. Весь технический прогресс идет по пути удаленного умерщвления. Сидит какой-нибудь хипстер в тысячах километрах, что-то там на планшете пальцем вводят, а там из дрона падают бомбы, вылетают ракеты, гибнут люди. Никаких угрызений совести, никакого понимания, что ты забираешь чью-то жизнь. в чем разница между худосочным хипстером, который, водя мышкой, уничтожает удаленно тысячи людей, и им же, играющим в компьютерные игры. Что там, фигурки какие-то, что здесь. Ни горе, ни смерти, ни угрызения совести. Честным было только это оружие. Достал его из ножен. Отвечай. Береги честь с молодым. Ну и, конечно, нельзя рассказывать об Александре Втором, не уделяя особое внимание его личной жизни. Семья, супруга, дети, фаворитки, вторая семья. Вообще, наши люди любят тех супруг правителей, а эта любовь транслируется и на самих правителей, которые не пытаются привлечь к себе избыточное публичное внимание и ведут себя скромно, как положено вторым половинкам. Посмотрите, Наина Иосифовна Ельцина. Ее все любят. Она милая, добрая, сейчас бабушка, никогда не пыталась затмить собой громадину Бориса Николаевича. Другой пример отрицательный, к сожалению, при всех ее личных талантах, образованная и по многому одаренная женщина, Раиса Максимовна Горбачева. Восприятие ее среди широких масс трудящихся в то время, когда Михаил Сергеевич находился у власти, было резко не потому, что она плохая, потому что много на себя берет, часто говорит, выступает публично. И вообще, кто правит страной, она или генеральный секретарь? Такая специфика национального менталитета. Мария, супруга Александра Второго, вела себя скромно, занималась благотворительностью, курировала ведомство учреждений императрицы Марии, 5 больниц, 12 богоделин, богодельные, то есть дома престарелых, 36 приютов, 2 института, 38 гимназий, 156 училищ и 5 частных благотворительных обществ. Все дофинансировалось как из казны по ведомству императрицы Марии, так и из ее личных денег. У нее было неплохое содержание, и, видимо, понимая, что в три горла есть не надо, тысячи и тысячи платьев, как Елизавете весело, ей были не нужны, поэтому императрица тратила ежегодно по 50 тысяч рублей и более своих личных средств на нужды благотворительности. Кстати сказать, она неплохо разбиралась в вопросах педагогики, дружила с Ушинским, покровительствовала ему, и многие отзывались о ней как о весьма и весьма профессиональном учителе. До коронации у супругов родилось две дочери, первая, к сожалению, сразу умерла, и шесть сыновей. Дети приносили императору много радости, он любил проводить время в семейной обстановке, к сожалению, семейная идиллия долго не длилась, у жены рано начал развиваться туберкулез, чахотку тогда не лечили. Последнего ребенка она родила в 36 лет и начала после этого чахнуть буквально на глазах. Александр Второй был мужчина видный, его, как и отца, называли самым красивым монархом Европы. Пользовался женским вниманием и не избегал его. Но все эти мимолетные интрижки, разовые пассии, флирты с фрейлинами, все это было довольно забавно до той поры, пока удар по семье не нанесла любовь Александра Второго к Екатерине Долгорукой. Произошло это в сложное время, я попытаюсь объяснить немного. Ну, во-первых, седина в голову без фребро. Ему под 50, и в это время мужчины нуждаются в дополнительном подтверждении своей дееспособности, своей привлекательности. Александр не исключение. Далее, семейная трагедия. Неожиданно гибнет старший сын, наследник престола, великий князь Николай. Он профессиональный, наездник, спортсмен, военный, любимец семьи, любимец высшего общества, красавец, умница. И вот на скачках падает на бешеной скорости, с лошади очень сильно ударяется. И вот, начиная с этого момента, какая-то необъяснимая болезнь, ее потом назвали костным туберкулезом, не очень понимаю, что это, и была ли данная травма причиной, наследник престола чахнет на глазах. Скончался Николай, все это еще более усугубило здоровье матери, которая и так очень себя плохо чувствует. Сам Александр Второй в шоке находится. Сложная ситуация в стране, постоянный стресс, реформы идут тяжело, большое сопротивление общества. Вот сам момент, во время регулярного обеда в Смольном институте, императоры по традиции патронируют Смольный институт, он разговорился с молоденькой, красивой девушкой, ей 17, ему под 50. Зовут ее Катя Долгорукая, из более чем знатной семьи, но бедное ответвление этого рода, небогатые совсем родители. Император мог себе позволить все, если бы хотел, но не хотел, не хотел давить. Она им восторгается, они как бы случайно встречаются в Летнем саду Петербурга, прохаживаются по аллеям, о чем-то беседуют. Это длится год. Местные говорили, петербуржцы, государь прогуливает свою демуазель. Он делает ее фрейлиной императрицей. Что такое фрейлина? Фрейлина с немецкого фрейлин девушка. Это должность. За нее платить деньги. Стать фрейлиной во дворце, будь то императрицей, либо великой княжной, это большая честь. Мечта выпускниц Смольного института вне зависимости от знатности. Фрейлин было немного. Фрейлин на общественных началах могло быть много. Что такое фрейлина на общественных началах? Ну, это как помощник депутата с удостоверением. Общественный помощник. Он может войти во дворец, потанцевать на балу, выполнить какие-то протокольные поручения. Фрейлина штатная, получается, денежное содержание довольно существенное. У нее жилье постоянное, скромная, небольшая комнатка. По-моему, даже с каким-то общим душем, туалетом на этаже. В крыле фрейлин в Зимнем дворце. Служат они до замужества. Потом они должны перейти в другую категорию. Было пять видов придворной службы для женщин. Либо для незамужних, либо для замужних. Их немного. Например, у супруги Николая Второго, так сильно забегу вперед, вообще было всего-навсего, по-моему, три или четыре фрейлины. Максимально в начале 19 века при Павлее, несколько позже, при Николае, штатное число фрейлин могло достигать 30. Но это не значит, что они все 30 с копом ходят хором за императрицей. Нет, конечно. Во-первых, они работают посменно. Через сутки. Вот звоночек, и через две минуты быть рядом с императрицей, где бы она ни была. В покоях, в кабинете, на улице, сопровождать, выполнять поручения, писать письма, переводить какие-то письма. Это помощник, это ассистент личный. И вот Катя Долгорукая получает престижное назначение фрейлинной императрицы Марии Александровны. Уже тогда, конечно, шептались, что император к ней неравнодушен. Честно говоря, не возьмусь судить, была ли она к этому моменту уже любовницей императора, или это сложилось чуть позже. Не имеет никакого значения. Фактически, Александр не скрывает с ней свои связи. Он уже давно не живет вместе, как муж и жена с императрицей. Тогда она и не может, она очень больной человек. Ну и, конечно, появление прямо в зимнем официальной мистрессы любовницы не добавляло здоровья. Остается только посочувствовать Марии Александровне. Он представляет свою молодую возлюбленную взрослым детям, как несложно догадаться. Детям это все не нравится. Да и вообще-то мало кому нравится. Роман Александра Второго с Екатериной Долгорукой длился 14 лет до самой его смерти. Никаких параллельных интриг уже ни с кем не было. Это была его единственная и последняя любовь. При дворе появление Долгорукой естественно осуждалось. У них было четверо детей, один ребенок умер в владенчестве. Вырос сын Георгий и две дочери. О них я потом расскажу, судьба их интересна. Паника усилилась, когда им был присвоен официальный титул князей Юрьевских. Почему Юрьевские, догадаться несложно. Потому что Долгорукий легендарно ведут свой род от Юрия Долгорукого, которому памятник у нас перед мэрией Москвы. Один из символов нашего города. Имя его связано с появлением Москвы в летописях. По легенде, они от Юрия Долгорукого, поэтому князья Юрьевские. Но проблема-то была не в этом. Это, как говорится, не жалко. Ну, князья и князья. Проблема была в том, что в указе дети были названы вместе с отчеством. То есть Юрьевский Георгий Александрович, Юрьевская Ольга Александровна и Екатерина Александровна. А это означало, что Александр Второй официально признает, что является их отцом. Возникает возможная коллизия с наследством. Шах от князя до великого князя это царский указ. Мария Александровна болела все тяжелее. Когда она скончается, Александр Второй выполнит обещание, данное когда-то, может быть, еще на песчаных дорожках летнего сада. Женится повторным браком. В полных источниках пишут, что Александр грубо нарушил этику, не выждал положенный траур. Это неправда. Он дождался 40 дней после кончины, сороковин, как тогда говорили, и совершенно не публично в крошечной церкви, в домашней обстановке, сообщив об этом самому-самому узкому кругу лиц в семье, венчался официально с Екатериной Долгоруковой Юрьевской. Мог ли он подождать и дольше, мог ли подождать год? Мог. Но мы должны понимать, как историки, принцип историзма, постараться погрузиться в контекст того времени. К этому моменту на Александра уже совершается одно покушение за другим. Идут угрозы в адрес его детей. Естественно, под угрозой находится и жизнь самой Екатерины Долгорукой, которая для него в данный момент, наверное, самый дорогой человек. Венчаясь официальностью Екатерины Долгорукой, Александр хотел каким-то образом обезопасить ее будущее, насколько это возможно, предать ей официальный статус. Более того, когда мы говорим о том, почему он перевез ее в Зимний дворец, тоже всегда была тема скандала, но как он так мог, не мог ли он поселить ее отдельно, ездил бы к своей любовнице, невенчанной второй супруге, пока Мария Александровна не отошла в лучший мир, ничего бы с ним не случилось. Опять же, мы забываем, одно покушение следует за другим. И это вопрос личной безопасности не только самого Александра, но и Екатерины Долгорукой, и их общих детей. Зимний дворец с того моменту хотя бы как-то охраняется. Говорят, что он даже помышлял о ее коронации. Может быть, может быть. Это тоже ни о чем плохом не говорит. Петр I короновал свою вторую супругу Екатерину I отправив в монастырь. И ничего. Более того, по закону о престолу наследия коронация Долгорукой не давала их детям никаких официальных прав. Наследниками оставались дети от первого брака. Соответственно, коронация была бы лишь еще одной гарантией ее спокойствия и безопасности в том случае, если с Александром что-то случится. Поэтому я тоже в этом ничего, честно говоря, плохого не вижу. Последнее, что бы я хотел сказать защиту Александра как мужчины, потому что все его вечно интригу с Долгорукой оплевывают. Это несправедливо. Мне кажется, что в этом отношении он просто проявил то свое мужское качество. Он же был человек мягкий, добрый, который слушал другие мнения, если это не касалось для него чего-то очень принципиального. В политике большой, если бы у него не было качества финальной упёртости, как у его дяди Александра I, то же самое, наследственный ген Романовых. Во всем мягкий, но в принципе в каком-то встал намертво. Он упёрся, что мы будем отмять крепостное право и всё. Другой бы, может быть, и сломался. Даже такой волевой человек, как его отец. То же самое и в случае с Екатериной Долгорукой. Все до одного были против этого брака, но он обещал. И он хочет дать покой и безопасность ей и их детям. Поэтому я не думаю, что это говорит о нем плохо. Поскольку угроза гибели от рук террористов становилась всё более и более реальной, он даже составил специальное завещание, обеспечивая материальное благополучие второй семьи. Я позволю его процитировать. В кавычке открываются. Государственные процентные бумаги, опись которых прилагается, помещенные от моего имени в Государственный банк 5 сентября 1880 года, это всего-навсего полгода с небольшим до его гибели, в сумме 3 миллионов 200 тысяч 975 рублей, с точностью до рубля, есть собственность моей жены и наших детей. Есть много разговоров о том, была ли долгорукая Катя такой уж милой крошкой, которая не хотела ничего от Александра, не старалась ему понравиться, чем она его, собственно, и привлекала поначалу. Или была злобной интриганкой, которая выкручивала из него веревки, устраивала истерики, давила на него всячески, и использовала его как мужчину. Я думаю, что правда она как всегда посередине, но известно, что вокруг долгорукой, вокруг ее небогатой семьи постоянно вились разного рода прощелыги, которые, конечно, через Катю подсовывали Александру коммерческие делишки, кадровые решения, ну в общем, как всегда, любого монарха, и тем более его молодую жену, окружала толпа прохвостов, тут уж ничего не меняется. Кстати сказать, когда я читаю эти строки завещания, с точностью до рубля все расписано, меня вызывают большие сомнения, история растиражирована многими в свое время, по-моему, и глубоко уважаемым нашим старшим товарищем Эдвардом Родзинским, она фигурирует в разного рода мемуарах, он это не придумал. Эта история связана с полным отсутствием представления ценности денег у Александра Второго. Если Петр Первый, как мы помним с вами, он там с точностью до деньги, до алтыны, до копейки, все свои личные расходы учитывал, начислял себе зарплату согласно воинскому званию или чину, и аккуратно эту зарплату тратил, не имея в распоряжении весь бюджет Российской империи, естественно, никто бы ему ни одного вопроса не задал. Я здесь отсылаю вас к нашим рассказам «Петровские времена», там это и поподробнее есть. То вот Александр, он якобы ценностей не представлял, вот как-то он, находясь в Париже, а параллельно в Париже, как бы случайно, Катя Долгорук, Александр ходил с ней на свидания, один, без охраны, все это очень романтично, в лучшем случае в сопровождении какого-нибудь одного ординарца, доверенного офицера, который выполнял роль кучера-охранника, спрашивают Александра, надо взять с собой каких-то денег, может быть мы с Катей сходим в ресторан, слава богу, нас здесь в лицо не узнают, или там в театр, офицер спрашивает, ну сколько денег взять государь-император, он говорит, я не знаю, какие здесь цены, ну возьми с собой 1100, 100 тысяч рублей того времени, это огромное имение под Москвой, полная билиберда, я в это не верю, не верю совсем, и когда ты читаешь завещание этих трех миллионов рублей Екатерине Долгорук, это все он понимал, и знал он, какая цена деньгам, и не брал он с собой 100 тысяч на карманные расходы в Париж, все это какая-то чушь, придуманная антимонархистами, перед смертью он обратился к сыну Александру Третьему, дорогой Саша, в случае моей гибели поручаю тебе мою жену и детей, наследник терпеть не мог молодую мачку, годящуюся ему в младшие сестры, тем не менее, сдержал слово данное отцу, помог решить все вопросы, связанные с недвижимостью юрьевских, после чего, они, переведя деньги в зарубежные банки, навсегда уехали во Францию, чтобы не появляться, по крайней мере, первые годы в Петербурге, и не быть предметом возможных интриг по части престола наследия. Екатерина Долгорукая жила долго, пережила революцию 17-го года и умерла в 1922 году. Вывод. Добрый царь, Александр II, попытался совместить несовместимое, по крайней мере, в нашей стране, совместить величие монарха и счастливую частную жизнь простого человека. У монарха права на обычную, полноценную, частную жизнь нет. Такова судьба любого самодержца и самовластца, как бы вы его должность в России не называли. Немного о хобби и привычках, в том числе вредных, Александра II. Курение. Курили тогда все. Это после Петра I. Увы, увы, увы. Было в порядке вещей у всех дворян мужского пола. Женщины, слава тебе Господи, почти не курили, за исключением императрицы Екатерины I. Вероятно, от этого и скончавшейся. И вот в отличие от своего отца, Николая I, Александр был заядлым курильщиком. Правда, курил не папиросы, появившиеся у нас после Крымской войны. Курил сигары и курил кальян. Причем с медицинскими показаниями. Он искренне верил почему-то. Загадка, что кальян способствует пищеварению. Вероятно, курил после плотного ужина. Кстати сказать, если раньше все курили как-то не публично, то Александр II ввел дурную привычку курить на людях. Никогда этого не стеснялся. Это тоже считалось признаком своего рода либерализма. Дошло до того, что его внук Николай II, посмотрите, фотографий их много, он практически везде на всех фото с сигаретой не расстается. Сохранились архивные дела о выписке из Тавриды кальянного табаку для императора. Сохранились и данные об объемах. Распоряжение о, цитирую, отправлении для его величества трех пудов ширасского кальянного табаку и предписание продолжать на будущее время высылку онного в том же количестве через каждые полгода. Представьте себе, три пуда 48 килограмм кальянного табаку только на полгода. Не могу не предположить, что никакому заядлому курильщику столько табака не выкурить, даже если он вообще будет с кальяном не расставаться. Поэтому, конечно, царский табачок курили все вокруг. Мне это напоминает историю с содержанием зверинца Петра Великого. Основой коллекции стали животные и птицы, подаренные царю иранским шахом и доставленные в 713 году в Петербург. В числе этих диковин был слон. И по документам нам известен суточный рацион слона. А именно 34 фунта риса, 7 фунтов патоки, 7 фунтов коровьего масла, 30-40 пшеничных калачей, а также, поскольку вместе со слоном от шаха доставили еще 4 попугаев и одного кокоду, то им выдавалось в сутки 3 четверти фунта сахара, столько же коровьего масла, 2 фунта муки и 2 фунта персидских орехов. Здоровый образ жизни животным не предписывался. Слону ежедневно давали ведро вина, а птицам более изысканный напиток бутылку белого рейнского. Смею предположить, что должность сторожей царского зверинца была очень востребована. Питались сторожа плотно, разнообразно и даже изысканно. С табаком примерно такая же история. Помимо заслуженного титула царя-освободителя и впоследствии царя-мученика в полном смысле слова Александра Второго можно было бы называть еще и царем-медвежатником, потому что он был страстным любителем охоты, особенно охоты на медведей. Ну, наверное, как никто из его предшественников со времен Анны Иоанновны, Анна Иоанновна та еще была охотницей, везде лежали десятки заряженных ружей, она ходила, стреляла через окна, но это была некая охота, тир. Так вот, Александр Второй предпочитал настоящую охоту, со всеми связанными с этим рисками. На медведя охотничьих рогатин, любимым охотничьим поместьем, было село недалеко от Петербурга, где-то в 70 километрах южнее. Честно говоря, я не мог себе представить, что в 70 километрах от Петербурга можно было взять на рогатину медведя, но это правда. Медведя тогда было полно, технология была простая, крестьяне зимой искали берлогу, потом вызывали егеря. Егер проверял наличие медведей, и крестьянин сразу получал за это деньги. Кстати, сказать об этой практике все знали, и был даже такой термин среди крестьян хозяин медведя, то есть это тот самый, который первым найдет берлогу, и первым царскому егерю сдаст бедолагу. Так или иначе, царь действительно был смелым охотником. Что происходило с охотничьими трофеями, их было много. Десятки медведей были лично добыты Александром II. То же самое, что и сейчас, делали с чучела, ставились во дворцах, шкуры были во всех комнатах, Александр II. Шкуры дарились приближенным, были и медвежьи, и волчьи. Послам любили подарить с двойным смыслом, или какое-то огромное чучело русского медведя, или хорошо выделанную, приятно пахнущую шкуру. Точно известно, что и французские, и испанские послы, и английские такие подарки от Александра получили. Известен случай, когда загонщики гнали медведя прямо к тому месту, где стоял Александр II, но неожиданно на него выскочил с другой стороны какой-то внеплановый медведь, не то, которого пытались отследить загонщики. Александр не растерялся совершенно, принял этого медведя шатуна на рогатину, потом чучело его установили в дворце, там такая пояснительная табличка была, добыт государем-императором 9 марта 1865 года близ села Лисино. Так что, возвращаясь к молодости, Александр был как раз из тех людей, которые легко могли во главе небольшого отряда казаков атаковать горцев с саблями на голову. Но не надо думать, что вот эта охота сильно отвлекала государя от государственных дел. Во время даже таких выездов, причем всегда очень кратковременных, буквально один-два дня, император государственных дел не оставлял. Вот что вспоминал егерь Михайлов. Портфель, набитый докладами министров, всегда ехал с нами вместе. И государь вечером удалялся в свою комнату и несколько часов посвящал занятия. Чтению, разбору, докладов, вниканием в проблемы резолюции. Дежурный фельдъегер утром вез уже смотренные доклады в Петербург. Так что, как сказал классик, у царей, ну, когда это нормальные цари, которые правят, а не царствуют, выходных дней не бывает. Немного о покушениях на Александра. В основном фигурирует цифра 7. Либерализация общественной жизни парадоксальным, а может быть и логичным образом породило усиление революционного движения и возникновение нового страшного явления в общественной жизни системный терроризм. Честно говоря, я поначалу хотел ни одного имени террориста не упоминать. Какими бы идеями они не руководствовались, пиарить, раскручивать, прославлять имена серийных убийц, не хотелось бы. Но все-таки я сделаю вот как. Те имена, которые не очень известны, я их называть не буду. А вот те, которые в любом случае на слуху, их именами названы улицы, площади, набережные, им кое-где установлены памятные доски и памятники. Вот их имена я произнесу. Потому что каждый раз, когда вы будете по этой улице идти, вы должны понимать, о ком идет речь. Ну, первым был Дмитрий Каракозов, 1866 год, это первое покушение. Александр гуляет в летнем саду, без охраны, как всегда было принято у царей. Вокруг толпа зевак, близко к нему никого не подпускают, чтобы там не хватало за рукав. Ну, может находиться буквально в 10-15 метрах. И вот Дмитрий Каракозов, 25 лет, студент, двоечник, стреляет через ограду летнего сада, не попал, по официальной версии, в последний момент по руке его ударил кто-то из стоящих рядом. Крестьян, посмотрите, сохранились и фото, портретные зарисовки, уже после ареста. Нездоровое лицо, вы знаете, мне кажется, это ментально не очень здоровый человек. Проходит несколько лет, с 1878-го начинается целая волна покушений. Мишенью террористов был не только старый император. Все крупные видные чиновники, принимающие решения, чья деятельность важна для империи, становились мишенью для террористов. Терроризм нарастал как снежный ком. В 1878-м году Вера Засулич ранила городоначальника Санкт-Петербурга Трепова. История была простая. Она якобы делала это из мести за то, что Трепов распорядился высечь находящегося в тюрьме на родовольце. Действительно, Трепов нарушил закон, потому что сечь подследственных было нельзя. Тот как-то себя невежливо повел. Трепов взбесился и дал вот такое указание. Засулич из обедневших дворян, к слову сказать, польских, записалась на прием к Трепову. Тогда это можно было свободно, пожалуйста, на личный прием. Зашла к нему в кабинет с пистолетом, достала и выстрелила. Не очень опытная, поэтому не убила, а всего лишь тяжело ранила. Затем последовал знаменитый судебный процесс, который нельзя назвать никак, кроме как глумлением над законом. По всем законам империи ей полагалась длительная каторга. Суд присяжных оправдает Веру Засулич. Это будет встречено манифестациями поддержки, рукоплесканиями, восторгом общества, как говорят некоторые наши историки, бурным ликованием либеральной общественности. Ну и, конечно, шоком всех нормальных здравомыслящих людей. Как это возможно? Оправдать террористку, которая чуть-чуть не застрелила губернатора Петербурга. Потом последует убийство шефа жандармов, руководителя третьего отделения, начальника корпуса жандармов Мезенцева, безупречного офицера, героя Крымской войны, награжденного за оборону Севастополя саблей за храбрость золотой. Ну, французские и английские пушки в Севастополе офицера Мезенцева не взяли, зато его элементарно прямо среди бела дня заколят кинжалом. Самый главный силовик в империи, руководитель жандармов и третьего отделения, идет пешком домой с кем-то из своих товарищей заслуживцев. Рядом притормаживает пролетка, оттуда выходят двое хорошо одетых молодых господ, подходят к ним, здрасте, вы такой-то, такой-то, и наносите удар кинжалом. Все. Прыгают в пролетку и исчезают. Офицер был крепким, он каким-то образом еще смог сам дойти до стоянки извозчиков, сесть, доехать до дома, туда вызвали врачей, скончался в страшнейших мучениях. В 1879 году очередное покушение на Александра II, это через год, снова в Петербурге. Царь на прогулке, гуляет около Зимнего дворца. На всем маршруте всего лишь семь охранников. Капитан жандармов следует на некотором отдалении. У ворот здания гвардии на набережной Мойке с расстояния в 12 шагов, 7-8 метров, кто-то, вот тут фамилию произносить не будет, несколько раз стреляет в царя. Ну, Александр II все-таки профессиональный офицер, поэтому он знает, как уходить от выстрелов. Он начинает бежать от стреляющего, делая резкие зигзаги вправо-влево, а тот продолжает стрелять. Его догоняет капитан жандармов и со всего размаху лупит саблей то ли по голове, то ли по спине. Стреляющий падает, но потом вскакивает и окровавленный еще раз последнюю пулю пускает. Чудом не попал, хотя пальто было у царя прострелено в двух местах. Невероятная ситуация, правда? Исполком народной воли после этого постановил казнить Александра II. Все последующие покушения были уже не только делом каких-то энтузиастов, как предыдущие, но и системно организованным процессом. В конце этого же 1879 года подрывается императорский поезд, когда Александр II возвращается из Крыма. Повезло, поезд состоял из двух составов. Первый был багажным, за ним следовал пассажирский, поэтому народовольцы, не разобравшись, взорвали багажный состав. Этой операцией руководила большая группа террористов во главе с Софьей Перовской. Александра II после этого вырвалась. За что? Почему они преследуют меня словно дикого зверя? Начало следующего года, 1880-й год, рабочий Халтурин, ну тот еще правда рабочий, он из семьи богатых крестьян, осел в Петербурге, вступил в террористическую организацию, и вот там под видом столера устроился в Зимний дворец и носит взрывчатку. Взрывчатку закладывает непосредственно под помещением столовой, где обедает царская семья. В советские времена якобы рабочая смекалка Халтурина буквально идеализировалась. Именем Халтурина у нас названы десятки улиц, площадей. Прозвучал взрыв царя, его спасло 10 секунд, кто-то задержал на входе, не успел войти, царь был весь кирпичной крошки, оглушенный, но без единой царапины. В общей сложности от этого взрыва, знаете, сейчас говорят, 300-200, 11-200, почти 60-300, 11 солдат погибнет, из тех, кто стояли на карауле в разных помещениях Зимнего дворца в районе столовой. Все герои русско-турецкой войны, награжденные всеми возможными отличительными знаками, их за особую храбрость, проявленную на фронтах, в качестве награды ветерана, определят на службу при царе находиться в покоях внутренних Зимнего дворца. Турецкая пуля не достала, достал рабочих алтурщик, который даже взрыв не смог по-человечески организовать. Брал не точностью, а количеством будет взята царем на личное пожизненное обеспечение. Вскоре после этого Александр упразднит третье отделение, передав его функции департаменту полиции МВД. Это неудивительно. Наше великое и ужасное третье отделение, совершенно крошечное, ориентированное на идеологию, цензуру, на какие-то мягкие методы, оказывается абсолютно беспомощным в борьбе с системным беспощадным терроризмом. В следующем году Лорис Меликов, новый фаворит государя, министр МВД, это самый всесильный из министров в кабинете, будучи до этого губернатором в Харькове, обьется очень больших успехов по борьбе с террористами, потому что в Харькове тоже были террористические организации, но Лорис Меликов смог, проводя такую гибкую политику, противопоставить террористов и либеральную общественность. Лишившись поддержки, террористы как-то сами по себе сошли на нет, и на территории Харьковской губернии при Лорис Меликове все теракты были прекращены. Его взяли на работу в Петербург, чтобы постараться эту политику реализовать в масштабах всей империи. Он представит проект привлечения представителей земских и городских учреждений к обсуждению новых законопроектов. Вот этот вот проект, создание некого законосовещательного органа, мы и называем совершенно ошибочно проектом Конституции. 1 марта Александр будет смертельно ранен на набережной в Петербурге бомбой. В воскресенье в сопровождении небольшого конвоя, хотя до этого уже целая серия покушений, и все равно это удивительное, даже не легкомысленное, а удивительный фатализм Александра. Он едет по улице, по набережной в сопровождении всего шести вооруженных казаков верхом, несколько экипажей, еще несколько офицеров этих экипажей. Улицы перекрывали, чтобы царский конвой мог ехать достаточно быстро, но никто не закрывал улицы от прохожих, то есть прохожих, ротозеев, зевак было полным-полно. Все возможные маршруты движения Александра к этому моменту просчитаны террористами, и везде стоят возможные бомбисты. Софья Перовская координирует эту работу, звучит первый взрыв, несколько казаков ранены, гибнет маленький мальчик, случайный зевак любопытный. Александр жив-здоров, бросивший бомбу террорист убегает, его догоняет капитан жандармов, тот самый капитан жандармов, который уже один раз догнал стрелявшего в Александра, помните, рубанул его шашкой. Этот самый прыткий капитан тоже догнал террориста, прыгнул ему на спину, схватил, скрутил. Александру все говорят, чтобы он немедленно уезжал во дворец. Ситуация очень опасная. Но Александр зачем-то выходит из кареты, подходит к террористу, о чем-то с ним разговаривает, задает ему какие-то вопросы, потом возвращается к своей карете, спрашивает раненого казака, как он себя чувствует. И в этот самый момент из толпы стоявших рядом зевак выходит еще один террорист. У него завернутая в какой-то платок бомба. Он бросает ее буквально в упор под ноги к Александру, гибнет на месте сам. Александр практически отрывает ноги. Царь, герой-освободитель, убит террористами-народовольцами, действующими якобы в интересах и от имени освобожденных им крестьян. Что получили народовольцы? Они думали, что это вызовет народное восстание. Ничего не случилось. Они еще попытались предъявить ультиматуму Александру Третьему, но Александр Третий и правое крыло в правительстве, на которое он опирался, были не теми людьми, с которыми можно разговаривать языком ультиматумов. Более того, народовольцы сильно потеряли, потому что они лишились всей поддержки, интеллигенции, либеральной общественности, они все от них отшатнулись. Правые, в том числе и Константин Победоносов, который вскоре публично на совещании правительства подвергнет резкой критике все реформы Александра Второго, и не только крестьянскую, но и земскую, и судебную, правые восприяли духом. Они практически открыто говорили о том, что государь убит вовремя, ибо еще несколько лет подобного рода реформ, еще несколько лет подобного рода династического кризиса, и Россия вообще могла распасться на куски. Несколько слов о памяти. Память об Александре Втором была увековечена во многих городах Российской империи. Но после революции большинство памятников, монументов были снесены. Наиболее известный монументальный памятник был установлен в самом Кремле. Но, как мы знаем с вами, после революции был принят так называемый Ленинский план монументальной пропаганды. Этот план предусматривал, что все монументы сатрапом режима и самим царям, императором будут снесены, а на их фундаментах на месте возникнут мемориалы в честь героев революции, а также мировых деятелей теории социализма и коммунизма. Кстати сказать, на месте снесенного памятника Александру Владимир Ильич почему-то предлагал поставить памятник Льву Николаевичу Толстому как борцу с русской православной церковью. Толстой в общем-то борцом с церковью не был, он критиковал официальную церковь, которая его, кстати, никогда не отлучала. Это тоже миф. Но памятника Толстому не случилось, а случился памятник самому Владимиру Ильичу Ленину на этом самом месте. Этот памятник уже после перестройки был перемещен в горки Ленинские, вы можете его там посмотреть. В 2005 году после долгой дискуссии памятник Александру Второму в Москве установили. На Волхонке в такой низине рядом с храмом Христа Спасителя. Скажу честно, сложно спорить о художественных достоинствах этого памятника, потому что его никто не видит. Представить себе худшее место для памятника невозможно. Не понимаю, зачем это было сделано, в чем смысл. Вот если у нас еще очень неудачно установленный памятник другому великому человеку, реформатору, Петру Столыпину, памятник замечательный, только стоит так, что его никто не видит. С ним теперь соперничает памятник Александру Второму. Зато есть хороший, достойный памятник ему за рубежом. Пока есть. Один в Софии. Александр Второй не только освободитель крестьян, крестьян, но он еще освободитель, балканских славян, болгар. Александр Второй даровал множество свобод финнам. Именно при Александре Втором Финляндия обрела и, по сути, конституцию, и парламент, ну и почти полный государственный суверенитет. Поэтому в центре Хельсинки есть еще один замечательный большой памятник Александру Второму. Пока там стоит. Наверное, самым мощным и памятником, и достопримечательностью Петербурга стал собор, храм Спаса на Крови, построенный именно на том месте, где на набережной канала был убит, смертельно ранен Александр Второй. Если вы внимательно посмотрите, это потрясающий храм, напоминающий чем-то храм Василия Блаженного в Москве. Там изображены гербы множества губерний. Почему? Потому что из этих губерний от земств, созданных Александром Вторым, поступали большие пожертвования. Храм этот полностью построен на средства частных жертвователей и губернских земств, которые таким образом благодарили государя-реформаторам. В 1901-1902 году была общественная компания в Российской империи. 40 лет освобождения крестьян и 20 лет с момента гибели царя-освободителя стихийно во многих деревнях, больших селах, богатых, крестьяне за свой счет ставили рядом с церковью на видном месте бюсты царю-освободителю. Таких бюстов было поставлено по империи, говорят, больше сотни. Ни один из них не сохранился, все они были уничтожены в революционные годы. Но сам факт, крестьяне за свой счет ставят бюсты императору, согласитесь, он показателен. Я не хотел упоминать террористов-революционеров, но, наверное, будет несправедливо не сказать, чем они закончили. Вера Засулич, та, с которой начался большой террор, умудрилась сбежать за границу, в преклонных годах вернулась в Россию, была крупным деятелем революционного социал-демократического движения, категорически не приняла Октябрьскую революцию, умерла в 1919 году, проклиная большевиков, она сказала, мне кажется, я прожила зря. Если я боролась за это, то это того не стоило. Организатор убийства Софья Перовская, дворянка из богатой семьи, дочка петербургского губернатора, она сбежала из семьи, попала под дурное влияние, стала революционеркой, связалась еще с одним бандитом, фамилию не произносим, жили они невенчанным браком, незаконным, вместе со своим гражданским мужем, она в числе пяти других народовольцев была повешена, могила не сохранилась, похоронили их где-то тайно, дабы никто не мог на их могилу прийти. И это, в общем, правильно. Екатерина Долгорукая, княгиня Юрьевская, вторая жена Александра, уедет вместе с детьми сразу за границу. В общественную и политическую жизнь вмешиваться они не будут, она проживет долгую жизнь, скончается уже где-то в начале 20-х. Одна из внучек Александра Второго, как ни странно, будет поддерживать с ней довольно дружеские отношения, и как-то жалеть ее. И потом вспоминает, что такое ощущение, что княгиня Юрьевская жила только прошлым. Она могла говорить только о своем возлюбленном Александре, как будто нынешней жизни для нее не существовало. Умрет она не в богатстве, все наследие растратит, после нее останутся только долги и 6 тысяч бережно хранимых писем от Александра Второго. У них было трое детей, Георгий станет офицером, как и подобает, русскому дворянину. Умрет вовремя от наследственной болезни Романовых, болезни почек. В 1913 году, прямо в канун кровавой бойни Первой мировой, две девочки, Оля, чуть-чуть переживет маму, тоже скончается в 20-е, в Германии. Оле интересна нам тем, что у нее будет 12 детей, 12 детей от внука Пушкина. Представьте себе, внучка, родная, главного венциносного цензора Николая Первого, выйдет замуж за родного внука Александра Сергеевича Пушкина. 12 детей их дадут огромное потомство и до сих пор в Европе много-много людей, являющихся потомками Александра Второго и Екатерины Долгорукой. Любопытна судьба третьей младшей дочери Кати. Она бежит без гроша в кармане из России после революции 1917 года. Она неплохо пела, все-таки хорошее образование. Она устроится в мюзик-холл, станет профессиональной певицей. Будет петь на разных языках, русском, французском, итальянском. Она будет популярная профессиональная певица, проживет очень долгую жизнь, переживет и Ленина, и Сталина. Скончается где-то в самом конце 50-х абсолютной бедности в доме престарелых, где-то на юге Англии, на содержание продавая вещи семейные из семейного архива. Такова судьба потомков Александра II по линии Долгоруковых, но что касается его официальных детей, потомков по линии Романовых, она вам прекрасно известна. Юрьевских и сейчас много проживает в Европе и в Америке, но никто из них, конечно, давно уже не считает себя русским, да и не является им. Судьба Александра II трагическая судьба любого реформатора, любого человека, затеявшего и взвалившего на себя груз, огромных решительных реформ. Собственно, реформы шли примерно первые 10-15 лет его жизни и закончились в 1874 году с введением всеобщей воинской повинности, отказом от рекордского набора. Далее Александра уже обвиняли в том, что он скатился в сторону реакции, но на самом деле это не так. Он просто сомневался, он такой был очень рефлексирующий человек, он сомневался в том, правильным ли он пошел путем, не мог понять, почему его не поддерживает общество, почему вообще его никто не поддерживает, почему его перестал поддерживать двор, почему его не поддерживает ни крестьянство по итогам, кромадной реформы, ни дворянство. Вроде бы везде успехи во внешней политике, но все равно чуть-чуть не дожали. Турцию победили, грандиозная победа на Балканах, но потом Берлинский конгресс объединенный Запад как-то эту победу обрезали, секвестировали, а самое главное снова не взяли Константинополь. Снова чуть-чуть не хватило для подлинного триумфа. Александр II остался один без поддержки своей страны. Все против. Крестьяне против, дворяне против, силовики против, потому что побед, как им казалось, недостаточно. Общество, интеллигенция, пресса все тоже против. Есть такая теория, что о заговоре народовольцев в полиции знали, но не мешали, смотрели, как оно все обернется. Потому что так либо иначе, но очень многие из людей, приближенных к власти, заинтересованы в том, чтобы курс Александра свернулся, чтобы с реформами было покончено, чтобы Россия остановилась. Поэтому народовольцам не мешали. Пусть идет, как идет. Сложилось так, что Александр был во многом обречен. Невероятных результатов его деятельности как бы не замечали. Может быть, потому что вообще великое видеться на расстоянии. Но мы сегодня на большом расстоянии от той эпохи, спустя 150 лет, можем по достоинству увидеть Александра как человека сложного, мечущегося, противоречивого, но искреннего, желающего сделать как луч, в нужный момент очень решительного. и мы можем по достоинству оценить величие этой личности, потому что только такая личность смогла провести такие великие реформы. Ну а то, что не все реформы были идеальны и удачны, идеальных реформ вообще не бывает. Зато они дают нам возможность извлечь из этого уроки и понять, зная нашу историю, что и как делать нужно, а с чем надо повременить. В этом от реформы Александра для нас огромная польза. Спасибо вам всем за любовь к русской истории. Спасибо вам за то, что вы терпеливо погрузились в такую сложную тему. Я и сам не ожидал, что она оказывается такой сложной. Ну и до следующих встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова